А теперь о публике. Может показаться очень невежливым, что я высказываю что-либо кроме благодарности по адресу тех, кто создал мне, если не славу, то известность, а также богатство, позволившее мне жить так, как жил до меня мой отец. Я много путешествовал. Я живу в просторном доме с видом на море, окруженном садом и удаленном от других жилищ. Я всегда считал, что жизнь слишком коротка, чтобы делать для себя то, что могут для тебя сделать за деньги другие. И теперь я могу позволить себе роскошь делать только то, что никто за меня сделать не может. Я могу принимать у себя друзей и помогать тем, кому хочу помочь. Всем этим я обязан расположению публики. И все же с какого-то момента во мне стало неудержимо нарастать раздражение против той ее части, которая ходит в театр. Я уже говорил, что с самого начала испытывал странную неловкость, глядя на представление своей пьесы. И с каждой пьесой это чувство не только не ослабевало, как можно было ожидать, но росло. Одна мысль, что сотни людей смотрят мою пьесу, наполняла меня отвращением, так что во время спектакля мне случалось делать крюк, лишь бы не пройти мимо театра. Я уже давно пришел к выводу, что мало смысла писать пьесы, которые не будут иметь успеха. А как добиться успеха? Это я, казалось, мне в точности знал. Иными словами, я знал, чего ждать от публики. Без ее участия я ничего не мог сделать. Я всегда мог предсказать с уверенностью, насколько активным будет это участие. Это претило мне все больше и больше. Драматург должен разделять вкусы и взгляды своих зрителей. Мы убеждаемся в этом на примерах Шекспира и Лопе де Вега. И как он не смел, он в лучшем случае может лишь выразить словами то, что они чувствовали, но из лени или из трусости не высказывали. Я устал говорить полуправду, а большего публика не желало принимать. Я устал от человеческой глупости, которая в обычном разговоре признает многое такое, что на сцене предписывает отрицать. Мне надоело приспособлять сюжет к строго установленному объему, без нужды растягивать его или непомерно сжимать, потому что для сцены годятся пьесы только определенной длины. Мне надоело стараться никогда не быть скучным. Короче говоря, я больше не желал считаться с условностями драматургии. Заподозрив, что я утерял ключ к сердцу публики, я решил проверить себя и посмотрел несколько пьес, делавших хорошие сборы. Ничего интересного я в них не нашел. Шутки, от которых покатывалась публика, меня не смешили. Сцены, трогавшие ее до слез, оставляли меня холодным. Это было последней каплей. Я мечтал о свободе прозаика и с удовольствием думал о читателе, который согласен в одиночестве выслушивать все, что я хочу ему сказать, и с которым может быть достигнута близость, немыслимая в переполненном, залитом огнями театре. Я знавал многих, очень многих драматургов, переживших свою популярность. Я видел, как одни, выбиваясь из сил, писали еще и еще пьесы по старым образцам, не понимая, что времена изменились, как другие отчаянно пытались уловить дух времени и сникали, когда их усилия встречали насмешками. Я слышал, как оскорбительно разговаривали с известными авторами, предлагавшими пьесу тем самым антрепренерам, которые когда-то приставали к ним с контрактами. Слышал, с какой насмешкой отзывались о них актеры. Я видел их растерянность, смятение, горечь, когда они наконец понимали, что публика не желает больше смотреть их пьесы. Артур Пинера и Генри Артур Джонс, известнейшие в свое время драматурги, оба говорили мне в точности те же слова. Один с угрюмой презрительной усмешкой, другой с горестным недоумением. Я им больше не нужен. И я решил уйти, не дожидаясь, пока меня о том попросят. Однако в голове у меня было еще несколько ненаписанных пьес. Две или три лишь неясно маячили в сознании, от них я был готов отказаться, но четыре лежали в кладовках моего мозга совсем готовенькие. И хорошо зная себя, я знал, что они не дадут мне покоя до тех пор, пока я их не напишу. Я думал о них уже много лет, а не писал их, потому что не надеялся на успех у публики. С самого начала, вероятно, в силу моих буржуазных инстинктов, Мне бывало неприятно, когда антрепренеры теряли деньги на моих пьесах. И, в общем, обходилось без этого. Принято считать, что на круг из каждых пяти пьес одна приносит театру доходы. Скажу без преувеличения, что в моем случае отношение было обратное. Свои четыре последние пьесы я написал в том порядке, в каком они, по моим расчетам, должны были иметь все меньший успех. Мне не хотелось ронять себя в глазах публики, пока я с ней окончательно не распрощался. Первые две из этих пьес, к моему удивлению, были приняты отлично. Вторые две, как я и ожидал, весьма прохладно. Я остановлюсь только на одной из четырех. «Священный огонь» и то лишь потому, что в ней я пошел на некий эксперимент, который, возможно, заинтересует читателя. В этой пьесе я попытался дать более строгий и правильный диалог, чем тот, каким пользовался до тех пор. Свою первую многоактную пьесу я написал в 1898 году, последнюю – в 1933. За это время сценический диалог прошел путь от напыщенной и педантичной речи Пинера, от изящной искусственности Оскара Уайльда до предельной разговорности наших дней. Требование жизнеподобия все больше тянуло драматургов к натурализму, к стилю, который, как известно, довел до предела Ноэль Кауарт. Драматурги не только отбрасывают все, что звучит литературно, но, стремясь воспроизвести живую речь, обходятся без грамматики, ломают фразы, ведь считается, что в жизни люди говорят короткими или незаконченными фразами и не по правилам грамматики. А словарь персонажей ограничивают лишь самыми простыми и обыденными словами. Восполняют такой диалог пожимание плечами, помахивание рукой и гримасы. Мне думается, что, уступая таким образом моде, драматурги сильно себе повредили. Ведь эта рубленная, ломанная, уснащенная жаргоном речь, которую они воспроизводят, свойственна лишь определенной группе, богатой и необразованной молодежи, которую в газетах именуют фешенебельным обществом, которая фигурирует в светской хронике и на страницах иллюстрированных еженедельников. Может быть, англичане и впрямь косноязычны, но едва ли в такой мере, как нам сейчас пытаются внушить. Есть сколько угодно людей, врачей, инженеров, адвокатов и просто культурных мужчин и женщин, которые выражают свои мысли, не греша против грамматики и не прибегая к жаргону, и умеют сказать то, что хотят сказать, верными словами, употребленными в верном порядке. Нынешняя мода, вынуждающая судью или видного врача объясняться на сцене так же нечленораздельно, как завсегдата и баров, есть грубое извращение правды. Она осузила круг характера, в который может выводить драматург, потому что характер он может раскрыть только в речи. А как изобразить человека тонкого ума или сложных эмоций, если весь диалог сведен к неким устным иероглифам? Он невольно подбирает персонажей, для которых естественно та речь, какую стала считать естественной публика, то есть неизбежно примитивных и понятных с первого взгляда. Круг его тем тоже сузился, ведь если обходиться только натуралистическим диалогом, трудно ставить основные вопросы человеческой жизни, невозможно разбираться в сложности человеческих характеров, то и другое, безусловно, темы для драматургии. Новая мода убила комедию, которая зиждется на словесном остроумии, а она, в свою очередь, зиждется на ловко сделанных репликах. Так был забит еще один гвоздь в гроб драматургии. Итак, я решил, что в священном огне мои персонажи будут говорить не теми словами, какими они говорили бы в жизни, а более правильно, как если бы они могли подготовиться к этому заранее и умели выражать свои мысли точным и чистым языком. Вероятно, я не вполне справился с этой задачей. На репетициях мне стало ясно, что у актеров, отвыкших от такого рода речей, создается неприятное чувство, будто они декламируют. И многие фразы мне пришлось упростить и разбить. Но и того, что осталось, хватило, чтобы вызвать недовольство критиков, и кое-кто из них разругал мой диалог за литературность. Мне твердили, что люди так не говорят. Я и сам это знал, но я не спорил. Как человек, живущий в арендованном доме и знающий, что срок аренды скоро истекает, я считал, что не стоит уже заниматься перестройками. В последних двух пьесах я вернулся к натуралистическому диалогу. Когда день за днем идешь по горной дороге, в какую-то минуту тобой овладевает уверенность, что стоит обойти еще только вон ту скалистую громаду, и за ней откроется равнина. Но нет, впереди вырастает новая стена, нужно брести дальше. Ну уж теперь-то, наверное, конец. Нет, тропинка все вьется, и опять ее преграждают горы. И вдруг горы расступаются, и вся равнина, как на ладони. Сердце ликует, какая ширь, сколько солнца. Вся тяжесть гор свалилась с плеч, дышится вольно и радостно. Испытываешь удивительное чувство свободы. Вот такое же чувство я испытал, когда разделался со своей последней пьесой. Я не знал, навсегда ли освободился от театра. Ведь писатель раб того, что я вынужден за неимением более скромного слова назвать вдохновением. И я не мог поручиться, что в один прекрасный день у меня не возникнет тема, которую мне во что бы то ни стало понадобиться воплотить в форме пьесы. Но я надеялся, что этого не будет. Дело в том, что мною владела одна мысль, которая читателю не может не показаться до глупого самонадеянной. Весь опыт, какой я мог получить от работы с театром, я уже получил. Я заработал столько денег, сколько мне требовалось, чтобы жить по своему вкусу и заботиться о тех, кто мог рассчитывать на мою помощь. Я приобрел известность, может быть, даже мимолетную славу. Казалось бы, чего мне еще? Но было еще что-то, чего я хотел достичь, а в драматургии это казалось мне недостижимым. Совершенство. Вот к чему я стремился. Я вчитывался в пьесы не в свои, где изъяны и погрешности ни для кого так не очевидны и не огорчительны, как для меня, а в те, что перешли к нам от прошлых времен. Даже в самых великих из них есть серьезные недостатки. Приходится делать скидку на условности той или иной эпохи и на возможности театра, для которого они писались. Великие греческие трагедии так далеки от нас и отражают цивилизацию столь чуждую для нашего времени, что трудно судить о них беспристрастно. Мне кажется, что очень близка к совершенству Антигона. А в драме нового времени никто, по-моему, не подходил к нему ближе, чем Росин. Но какое это одностороннее совершенство. Словно он с бесконечным искусством вытачивал вишневую косточку. Только слепое поклонение помешает увидеть серьезные недочеты в развитии действия, а иногда и в обрисовке характеров у Шекспира. И это очень понятно, поскольку он, как мы знаем, готов был пожертвовать всем ради эффектной ситуации. Все упомянутые мною пьесы написаны бессмертными стихами. В современной драме, написанной в прозе, мы напрасно стали бы искать совершенство. Кажется, общепризнанно, что за последние сто лет не было более великого драматурга, чем Ипсон. Но при всех его неоценимых достоинствах, как он беден на выдумку, как повторяются из пьесы в пьесу его характеры, и как, в сущности, глупы многие его сюжеты. Получается, что искусству драматургии всегда присущи те или иные дефекты. Чтобы добиться одному результата, нужно жертвовать другим, так что написать пьесу, совершенную во всех отношениях, в которой сочетались бы интересная и значительная тема, тонкая и самобытная разработка характеров, достоверность сюжета и красота диалога просто невозможна. Мне казалось, что в романе и в рассказе писатели иногда достигали совершенства, и хотя сам я на это не надеялся, но все же видел больше шансов приблизиться к нему в этих жанрах, нежели в драматургии. Первый написанный мною роман назывался Лиза из Ламбетта. Его принял первый же издатель, которому я его послал. Незадолго до того Фишер Энвин стал издавать серию коротких романов. Он назвал ее серия Псевдоним, которые привлекли внимание публики. Среди них были романы Джона Оливера Гоббса. Их считали остроумными и смелыми. Они принесли автору известность и повысили интерес к серии в целом. Я написал два рассказа, предполагая, что вместе они составят томик подходящего размера. И послал их Фишеру Энвину. Через некоторое время он их вернул, но с письмом, в котором спрашивал, не могу ли я предложить ему роман. Это так меня окрылило, что я тут же сел и написал роман. Весь день я работал в больнице, писать мог только вечерами. Я приходил домой в начале седьмого, прочитывал Стар, которого покупал на углу Ламбетского моста и пообедав, немедля принимался за работу. Фишер Энвин не баловал своих авторов. Воспользовавшись моей молодостью, неопытностью и явной радостью по поводу того, что мой роман будет издан, он заключил со мной контракт, по которому мне не причиталось ничего до тех пор, пока он не продаст известного количества экземпляров. Но продвигать свой товар на рынок он умел и книгу мою разослал всяким влиятельным лицам. Она получила много разнообразных отзывов. А Безел Уилдорфорс, впоследствии архидиакон Вестминстерский, прочел о ней проповедь в аббатстве. Старший акушер больницы Святого Фомы оценил ее настолько, что предложил мне место у себя в отделении. Вскоре после выхода книги в свет я сдал последний экзамен, но это предложение я по глупости отклонил, так как, преувеличив свой успех, решил тут же бросить медицину. Книга моя разошлась в один месяц и была переиздана, и я уже не сомневался, что легко смогу зарабатывать себе на жизнь писательством. Год спустя меня ждало разочарование. Вернувшись из Севильи, я получил от Фишера Энвина чек на 20 фунтов. Судя по тому, что Лизу из Ламбета до сих пор покупают, ее и сейчас еще можно читать, но если в ней и есть достоинства, объясняются они случайной удачей. Просто моя медицинская практика столкнула меня с такой стороной жизни, которой писатели в то время занимались очень мало. Артур Моррисон своими книгами «Повести убогих улиц» и «Дитя Джага» привлек внимание публики к тому, что тогда принято было называть низшими классами, а я оказался от этого в выигрыше. Я ничего не смыслил в писательстве. Прочесть я для своего возраста успел довольно много, но читал без разбора, глотая одну за другой те книги, о которых что-нибудь слышал, просто чтобы узнать, о чем они. Хотя кое-что я, вероятно, из них почерпнул. Все же, когда я стал писать, наибольшее влияние оказывали на меня романы и рассказы Мопассана. Начал я их читать в 16 лет. Бывая в Париже, я часами пасся в книжных лавках на галереях возле театра Адеон. Некоторые вещи Мопассана выходили тоненькими книжками ценою в 75 сантимов. Эти я покупал, но другие стоили по 3,5 франка, что было мне не по карману, и вот я брал книгу с полки и прочитывал из нее сколько мог. Продавцы в своих светло-серых блузах не обращали на меня внимания, частенько, когда они отворачивались, мне удавалось разрезать страницу другую и читать дальше без перерыва. Так я еще до 20 лет прочел почти всего Мопассана. Хотя сейчас он уже не пользуется прежней славой, но огромные его достоинства несомненны. Он предельно ясен и четок, отлично чувствует форму и умеет выжать из своих сюжетов максимум драматизма. Думаю, что учиться у него было полезнее, чем у тех английских романистов, которые тогда оказывали влияние на литературную молодежь. В лезе из Ламбета я ничего не добавляя и не преувеличивая изобразил людей, встречавшихся мне в больничной амбулатории или в районе, который я обслуживал как практикант-акушер, и случаи, поразившие меня, когда я по долгу службы заходил в дома или в свободное время бродил по улицам. По недостатку воображения оно вырабатывается упражнением и, вопреки распространенному взгляду, сильнее развито у людей зрелых, чем у молодых. Я просто вносил в книгу то, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Успех ее был чистой случайностью. Моего будущего он никак не предопределял. Но я не знал этого. Фишер Энвин уговаривал меня написать еще одну книгу о трущобах, много длиннее первой. Он объяснил мне, что такое книги ждут от меня читатели и предсказывал ей еще больший успех, поскольку лед уже сломан. Но это вовсе не входило в мои планы. Я был чистолюбив. Я вбил себе в голову, сам не знаю почему, что нужно не гнаться за успехом, а бежать его. А у французов я научился невысоко ценить роман региональ. Роман, ограниченный местной или профессиональной темой. Книгу о трущобах я написал. Они меня больше не интересовали. Мало того, у меня уже был готов роман совсем иного сорта. Фишер Энвин, наверное, всплеснул руками, когда его увидел. Действие романа происходило в Италии, во времена Возрождения. Сюжет был основан на одном эпизоде, который я вычитал в истории Флоренции Макеавелли. А написал я его, потому что прочел статьи Эндрю Ланга об искусстве писателя. В одной из этих статей он доказывал, и, как мне представлялось, весьма убедительно, что единственный вид романа, который может удастся молодому автору, это исторический роман. Чтобы писать о современных нравах, молодому автору, дескать, недостает жизненного опыта. История дает ему и сюжет, и персонажей, а романтический пыл молодости обеспечивает живость, необходимую для такого рода сочинений. Теперь-то я знаю, что это чепуха. Прежде всего, неверно, что молодому автору не хватает знаний, чтобы писать о своих современниках. Вероятно, никого за всю жизнь нельзя узнать так близко, как тех, с кем провел детство и юность. Семья, слуги, на чьем попечении ребенок ежедневно остается по многу часов, школьные учителя, другие мальчики и девочки, о них мальчик знает очень много. Он видит их без средостений. Взрослые вольно или невольно раскрывают себя перед очень юными неизмеримо полнее, чем перед другими взрослыми. И все свое окружение, родной дом, деревню или улицы города, ребенок познает в таких подробностях, которые станут ему недоступны впоследствии, когда от слишком обильных впечатлений восприимчивость его притупится. И, конечно же, исторический роман требует большого опыта в общении с людьми. Без него невозможно создать живые образы из персонажей, которые поначалу, в силу далеких нам нравов и представлений, кажутся нам чужими и мертвыми. Чтобы воссоздать прошлое, нужны не только обширные знания, но и полет воображения, какого трудно ожидать от молодых. Я бы сказал, что правда как раз обратная тому, что утверждал Ланг. К историческому роману писатель должен обращаться в конце своего пути, когда размышления и собственный опыт уже дали ему знания жизни, а многолетнее изучение окружающих его людей научило интуитивному проникновению в человеческую природу, позволяющему понять и воссоздать людей прошлого. Мой первый роман был написан о том, что я знал, а теперь, послушавшись дурного совета, я засел за роман исторический. Я писал его на капри во время летних каникул, и столь велико было мое рвение, что я просил будить себя в шесть часов утра и работал не отрываясь, пока голод не гнал меня завтракать. К счастью, у меня хватило ума хотя бы время от завтрака до обеда проводить в море. О романах, написанных мною в последующие несколько лет, я говорить не буду. Один из них, миссис Креддок, имел успех, и позднее я включил его в собрание своих сочинений. Два других были переделаны из пьес, не принятых театрами, и долго лежали у меня на совести как преступления, я много бы дал, чтобы их уничтожить. Но теперь я понимаю, что напрасно так мучился. Даже у величайших писателей бывали очень слабые книги. Бальзак, например, сам не захотел включить многие свои вещи в человеческую комедию, да и среди включенных им есть несколько таких, которые способны читать только литература веды. Писатель может быть уверен, что книги, о которых он хотел бы забыть, будут забыты. Одну из тех своих книг я написал потому, что мне нужно было как-то просуществовать в течение года. Другую потому, что был в то время сильно увлечен одной эксцентричной молодой особой и исполнению моих желаний мешали ухаживания более состоятельных поклонников, способных окружить ее роскошью, которой жаждала ее легкомысленная душа. Я же не мог ей предложить ничего, кроме серьезного характера и чувства юмора. Я решил написать книгу, чтобы, заработав таким образом 300 или 400 фунтов, утереть нос своим соперникам, ибо молодая особа была очень мила. Но быстро написать роман невозможно, даже при самой упорной работе, а потом надо ждать, пока его издадут, а издатель вам платит еще только через несколько месяцев. В результате к тому времени, когда деньги были получены, страсть, которую я мнил вечной, угасла, и у меня уже не было ни малейшего желания тратить эти деньги так, как я предполагал. Я предпочел поехать на них в Египет. За исключением этих двух романов, все книги, которые я писал в первые 10 лет, что стал профессиональным писателем, были упражнениями. Я учился на них своему ремеслу. Одна из трудностей, стоящих перед профессиональным писателем, в том и состоит, что он овладевает мастерством за счет читающей публики. Он начинает писать, повинуясь внутренней потребности, голова его полна тем и сюжетов, но он не умеет с ними справляться. Жизненный опыт его беден, он еще не сложился как человек и не знает, как применить свое дарование. А когда книга написана, он должен ее опубликовать, если только сумеет, отчасти, конечно, для того, чтобы ему было на что жить, но также и потому, что пока вещь не опубликована, он не знает, что у него получилось. Недостатки свои он может увидеть только, если на них укажут ему друзья или критики. Молодой Мопосан приносил все свои новые вещи на суд Флоберу, и прошло несколько лет, прежде чем Флобер позволил ему опубликовать его первый рассказ. Всему миру известно, что то был маленький шедевр, озаглавленный Пышка, но это случай исключительный. Мопосан служил в государственном учреждении, что давало ему средства к жизни, оставляя достаточно времени для литературной работы. Мало у кого хватило бы терпения так долго ждать встречи с читателями, и уж совсем немногим выпадало счастье учиться под руководством такого крупного и требовательного мастера, как Флобер. Большинство писателей зря растрачивают сюжеты, которые они могли бы интересно использовать, если бы не трогали их, пока не узнают получше жизнь и не овладеют техникой своего искусства. Иногда я жалею, что первая же моя книга была сразу принята издателем. Не будь этого, я продолжал бы заниматься медициной, поработал бы в городской больнице и со старыми деревенскими врачами, а то и самостоятельно в разных концах страны. Все это обогатило бы меня ценнейшим опытом. Если бы мои книги одну за другой отказывались печатать, я бы в конце концов предстал перед публикой с менее несовершенными произведениями. Я жалею, что некому было меня учить. Это избавило бы меня от многих неверно нацеленных усилий. Я знал нескольких литераторов, немногих, потому что уже тогда чувствовал, что общение с ними, хоть и приятно, но для писателя совершенно бесполезно. Однако совета их не искал, потому что был для этого слишком робок или слишком самонадеян или слишком неуверен в себе. Французских романистов я изучал больше, чем английских. Взяв все, что мог у Мопассана, я обратился к Стендалю, Бальзаку, Ганкурам, Флоберу и Анатолю Францу. Я шел на всякие эксперименты. Один из них для того времени отличался некоторой новизной. Жизненный опыт, которого я искал непрерывно и жадно, подсказывал мне, что когда романист берет двух или трех персонажей или даже группу людей и описывает их жизнь внутреннюю и внешнюю, так, будто бы на свете никого кроме них не существует и ничего не происходит, картина действительности в его книгах получается очень необъективная. Я сам вращался в разных кругах, ничем между собой не связанных, и мне пришло в голову, что можно показать жизнь более правдиво, если рассказывать параллельно несколько историй, одинаково значительных, действие которых развертывается в различных кругах общества. Я наметил больше обычного персонажей, с таким количеством их я еще никогда не пытался совладать и разработал четыре или пять самостоятельных сюжетов. Связывала их между собой лишь тоненькая ниточка, некая пожилая женщина была знакома хотя бы с одним персонажем в каждой группе. Называлась книга «Карусель». Это была смешная и глупая книга. Под влиянием эстетической школы девяностых годов я писал напряженным, аффектированным языком, а своих персонажей сделал сплошь красавцами и красавицами. Но главный ее недостаток заключался в том, что не было единой сюжетной линии, направляющей интерес читателя. Отдельные истории не получились, конечно, равноценными по своему значению, и переключать внимание с одной группы людей на другую было утомительно и скучно. Неудача моя объяснялась незнанием очень простого приема увидеть все события и участников этих событий глазами одного человека. Этим приемом, конечно, веками пользовались в романах, написанных от первого лица, но особенно интересно его применял Генри Джеймс. попросту подставляя он вместо я и спускаясь с пьедестала всезнающего повествователя на позицию участника событий, которому известно далеко не все, он умел добиться и единства сюжета, и правдоподобия. Мне сдается, что я рос медленнее, чем большинство других писателей. На рубеже нынешнего столетия меня считали способным молодым автором, развитым не по годам, резким и немного неприятным, однако достойным внимания. Хотя книги приносили мне мало денег, рецензировали их много и добросовестно. Но сравнивая мои ранние романы с теми, что пишут молодые авторы в наши дни, я не могу не признать, что превосходство на их стороне. Стареющему писателю полезно следить за тем, как работают молодые, и время от времени я читаю их романы. Девушки 18-19 лет и студенты университетов выпускают книги очень хорошие по языку и по композиции и отражающие большой жизненный опыт. Не знаю, в чем тут дело. Либо молодежь созревает сейчас быстрее, чем 40 лет назад, либо само писательское искусство за это время настолько шагнуло вперед, что написать хороший роман стало так же легко, как тогда было трудно написать даже посредственной. Всякого, кто даст себе труд просмотреть тома желтой книги, в то время казавшейся последним словом утонченной культуры, поразит до чего плоха подавляющая часть вошедшего в нее материала. Авторы, сотрудничавшие в ней, несмотря на внешний блеск, были всего лишь рябью на поверхности глухой заводи, и история английской литературы, думается мне, в лучшем случае лишь мельком упомянет о них. Переворачивая эти древние страницы, я чувствую, как по спине пробегает холодок и спрашиваю себя, неужели через 40 лет нынешние молодые дарования покажутся такими же неинтересными, какими кажутся сейчас их незамужние тетушки из желтой книги. Для меня было большой удачей, что я быстро получил признание как драматург и тем избавился от необходимости писать по роману в год ради заработка. Пьесы давались мне легко, известность, которую они мне принесли, льстила самолюбию, и денег я на них заработал достаточно, чтобы покончить с полуголодным существованием, на которое до этого был обречен. Я никогда не умел жить, как птицы небесные, не заботясь о завтрашнем дне. Я терпеть не мог занимать деньги и ненавидел долги. Нищая жизнь отнюдь меня не привлекала. Я не родился в нищете. Как только позволили средства, я купил себе дом в Мэйфере. Есть люди, презирающие земные блага. Возможно, они и правы, когда утверждают, что художнику не пристало обременять себя богатством, но сами художники едва ли разделяют такой взгляд. Никогда они по своей воле не ютились в мансардах, куда поклонники охотнее всего бы их поселили. Гораздо чаще они разорялись в результате того, что вели расточительный образ жизни. Как-никак у людей искусство богатое воображение и роскошь их пленяет. Прекрасные дома, слуги, мягкие ковры, чудесные картины, пышная обстановка. Тициан и Рубенс жили по-царски. У Попа был его грот и французский парк, у сэра Вальтера готический Аббатсфорд. Эль-Грека имел горы нарядов, анфилады, комнат, библиотеку, музыкантов, услаждавших его слух, пока он обедал, и умер банкротом. Занимать половину дачи и питаться паштетом состряпанным единственной служанкой для художника противоестественно. Это свидетельствует не о бескорыстии, а о мелочной и скучной душе. Ибо роскошь, которой художник себя окружает, не более как развлечение. Его дом, поместье, автомобили, картины. Это игрушки, которыми он забавляется. Это видимые признаки его власти. Но внутреннего его равновесия они не нарушают. О себе могу сказать, что хотя я имел в жизни все, что можно купить за деньги, а это очень неплохо, я с легким сердцем мог бы отказаться от своего достояния. Мы живем в неспокойное время, и возможно, что у нас отнимут все, чем мы владеем. Я ни о чем не стал бы жалеть, лишь бы у меня была возможность удовлетворять мой скромный аппетит самой простой пищей. Была своя комната, книги из библиотеки, перо и бумага. Я был доволен, что своими пьесами заработал много денег, они дали мне свободу. Я тратил их осмотрительно, потому что не желал снова очутиться в таком положении, когда из-за недостатка их не мог бы делать все, чего мне действительно хотелось. Я стал писателем, как мог бы стать врачом или юристом. Профессия эта необычайно приятна, недаром ее избирают столько людей, не имеющих для этого никаких данных. Она полна волнений и разнообразия. Писатель волен работать, где хочет и когда хочет. Волен бездельничать, если он нездоров или в плохом настроении. Но есть у этой профессии и свои минусы. Один из них заключается в том, что хотя материалом вам служит весь мир со всеми его обитателями и всем, что в нем происходит, вы-то сами можете писать только о том, что действует на какую-то скрытую в вас пружину. Рудник неисчерпаем, но каждый может добыть из него лишь определенное количество руды. Таким образом, писатель может среди полного изобилия умереть с голоду. Ему не хватает материала, и мы говорим, что он исписался. Я думаю, мало найдется писателей, которых не страшил бы такой конец. Второй минус заключается в том, что профессиональный писатель должен нравиться. Если его не захотят читать, ему будет не на что жить. Бывает, что обстоятельства давят на него особенно сильно, и тогда он с яростью в сердце начинает потакать вкусом публике. Нельзя требовать от человеческой природы слишком многого. Если писатель время от времени состряпает дешевку, не будем судить его за это слишком строго. Писатели, у которых есть средства помимо гонораров, должны бы скорее сочувствовать тем своим собратьям, кого нужда порой заставляет халтурить. Некий столичный мудрец как-то заметил, что писатель, который пишет для денег, пишет не для него. Он, как и подобает мудрецу, сказал много умных вещей, но это были очень неумные слова. Читателю нет дела до того, из каких побуждений пишутся книги. Ему важен только результат. Многие писатели вообще не стали писать если бы их не подстегивал нужда. К их числу принадлежал например Сэмюэл Джонсон. Но это не значит, что они пишут для денег. Да и глупо это было бы занятие. Ведь почти любым трудом можно при тех же способностях и прилежании заработать больше, чем писательством. Большая часть знаменитых портретов была написана потому, что живописцам за них платили. А когда работа начата, она так захватывает художника и живописца и писателя, что он уже думает только о том, как бы выполнить ее возможно лучше. Но и живописец не будет получать заказов, если он, как правило, не удовлетворяет своих клиентов и писатели не будут читать, если книги его, как правило, не интересны читателям. А между тем, среди писателей распространено мнение, что они непременно должны нравиться. Если книги их не распродаются, они склонны винить в этом не себя, а публику. Я не встречал писателя, который бы признал, что книгу его не покупают, потому что она скучная. Многих художников долгое время не ценили, но потом они все же достигли славы. А тех, чья работа так и не дождалась признания, мы ничего не слышим, а ведь таких еще гораздо больше. Где вклад тех, кто бесследно исчез? Если правда, что талант это сочетание вдохновенной легкости с индивидуальным видением мира, тогда понятно, почему оригинальность поначалу отпугивает. В нашем непрестанно меняющемся мире люди подозрительно относятся к новому и не сразу к нему привыкают. Писатель с резко выраженной индивидуальностью лишь мало-помалу находит тех, кому она по душе. Во-первых, ему нужно время, чтобы стать самим собой. Молодые этого стесняются. Во-вторых, ему нужно время, чтобы убедить тех, кого он впоследствии будет горделиво именовать своей публикой в том, что он может дать им что-то для них нужное. Чем ярче его индивидуальность, тем это труднее и тем дольше ему придется ждать приличных заработков. К тому же он не уверен, что завоеванное им положение прочно. Ведь может оказаться, что при всей его неповторимой индивидуальности сказать ему почти нечего. И тогда очень скоро он снова канет в безвестность, из которой выбрался с таким трудом. Легко говорить, что писатель должен иметь работу, которая давала бы ему пропитание, а писать в те часы, какие остаются у него от этой работы. Такой образ жизни он зачастую вынужден был вести в прошлом, когда авторы, даже известные и многочитаемые, просто не могли своим писательством заработать себе на хлеб насущный. Он и сейчас вынужден к этому в странах, где мало читают. Ему приходится служить в каком-нибудь учреждении предпочтительно государственном или пробавляться журналистикой. Но у писателя, пишущего по-английски, потенциальный круг читателей так велик, что он вполне может целиком отдаться литературе. Профессиональных писателей было бы гораздо больше, если бы в странах английского языка не укоренилось слегка презрительное отношение к занятиям искусством. В этих странах ощущается эдакое здоровое мнение, что писать, будь то книги или картины, не настоящая работа, и оглядка на это мнение многих удерживает. Нужна очень сильная внутренняя потребность, чтобы заниматься делом, которое общество считает в какой-то мере зазорным. Во Франции и в Германии литература почетная профессия, и ею занимаются с благословения родителей, хотя денег она приносит не так уж много. Ни одна немецкая мать, если спросить ее, кем думает стать ее сын, с гордостью ответит поэтом. Во Франции родные богатые невесты вполне благосклонно отнесутся к ее браку с молодым талантливым писателем. Ну, а писатель пишет не только, когда сидит за своим столом, он пишет весь день, когда думает, когда читает, когда живет. Все, что он видит и чувствует, служит его целем. И он сознательно или бессознательно все время накапливает и отбирает впечатления. Он не может всерьез уделять внимание никакому другому занятию, а значит, его работа не удовлетворит ни его самого, ни его нанимателей. Чаще всего он берется за журналистику, потому что ему кажется, что она ближе к его основному делу. Тут-то его и подстерегает опасность. Газета безлична, и это сказывается на писателе. Те, кто много пишет для газет, теряют способность видеть вещи своими глазами. Они видят все с обобщенной точки зрения. Видят нередко очень живо, порой с лихорадочной отчетливостью, но это уже не то видение, благодаря которому в изображении жизни, пусть не вполне объективном, чувствуется неповторимая личность художника. Да, работа в прессе убивает индивидуальность писателя. Не менее вредна и рецензентская работа. У писателя не остается времени читать что-либо, кроме книг, присылаемых ему на отзыв. И такое прочтение сотен случайных книг, не ради духовной пищи, которую можно в них почерпнуть, а лишь для того, чтобы дать о них более или менее добросовестный отчет, притупляет его восприимчивость и тормозит воображение. Писательство требует всего человека без остатка. Писать в этом должен быть для писателя главный смысл жизни. Другими словами, он должен быть профессионалом. Счастье его, если он достаточно богат, чтобы не зависеть от литературного заработка. Но это не мешает ему быть профессиональным писателем. Свифт со своей бенефицией, Вордсворд со своей синекурой, были профессиональными писателями, точно так же, как Бальзак и Диккенс. Всеми признано, что живописец и композитор не могут достигнуть мастерства безупорной работы и к произведениям дилетантов по справедливости относятся с благодушным или досадливым пренебрежением. Все мы благодарим судьбу за то, что радио и граммофон изгнали из гостиной любителей певцов и пианистов. Овладеть мастерством в литературе не менее трудно, чем в других видах искусства, а между тем многим кажется, что всякий, кто умеет читать и написать письмо, способен написать книгу. В наши дни писательство стало любимым видом отдыха. За него берутся целыми семьями, как в более счастливые времена шли в монастырь. Женщины пишут романы, чтобы скоротать месяцы беременности. Скучающие аристократы, уволенные из армии офицеры, гражданские служащие в отставке, хватаются за перо, как за бутылку. Создалось впечатление, что одну книгу может написать кто угодно, но если имеется в виду хорошая книга, то впечатление это ложное. Бывает, конечно, что дилетант напишет что-то стоящее. Либо у него по счастливой случайности врожденное умение хорошо писать, либо есть материал, который сам по себе интересен, либо он обаятельный или незаурядный человек, и эти его личные качества именно в силу его неопытности накладывают отпечаток на книгу. Но пусть он помнит ходячее мнение. Одну книгу может написать кто угодно, про вторую там ничего не сказано. Дилетанту лучше не искушать судьбу, следующая его книга почти наверняка будет макулатурой. Ибо одно из главных различий между любителем и профессионалом заключается в том, что последний способен расти. В литературу страны входят, повторяю, не отдельные превосходные книги, а совокупность трудов, а ее может дать только профессиональный писатель. В тех странах, где литературу создавали главным образом дилетанты, она бедна по сравнению с другими, где множество людей, обрекая себя на трудное существование, избирали ее как профессию. Совокупность произведений это результат долгого, упорного труда. Писатель, как и другие люди, учится на своих ошибках. Первые его работы это только разведка. Он пробует свои силы в разных жанрах, в разных методах, а тем временем развивает собственный характер. В едином процессе он открывает самого себя, то есть то, что он может дать, и учится наилучшим образом делиться этим открытием с читателями. И наступает момент, когда он полностью, овладев своим талантом, дает миру то лучшее, на что способен. Поскольку писательство здоровая профессия, он, вероятно, проживет после этого еще довольно долго, а поскольку писать к этому времени войдет у него в привычку, он, несомненно, будет и дальше выпускать книги, уже менее значительные, и публика будет вправе пренебречь ими. С точки зрения читателя, очень немного из того, что писатель сделал за свою жизнь, достойно внимания. Этими словами я обозначаю не какую-то абсолютную ценность, а лишь ту часть продукции писателя, которая выражает его индивидуальность. Но это немногое он, как мне кажется, может дать только в результате долгого ученичества и после ряда неудач, а значит, литература должна быть делом его жизни. Значит, он должен быть профессиональным писателем. Я говорил о минусах писательской профессии. Теперь я хочу сказать несколько слов об опасностях, которые она таит. Совершенно очевидно, что профессиональный писатель не может позволить себе писать только тогда, когда ему этого хочется. Если он будет ждать настроения или, как он выражается, вдохновения, ему придется ждать долго, и в конце концов он не сделает ничего или очень мало. Профессиональный писатель сам создает нужное настроение. Ему знакомо и вдохновение, но он держит его в узде и владеет им, назначая себе определенные часы для работы. Однако со временем писание входит в привычку, и как старого ушедшего на покой актера, которому не сидится на месте в тот час, когда он годами уезжал в театр гримироваться к вечернему спектаклю, писателя тянет к бумаге и перу именно в те часы, которые он уже привык посвящать работе. И тут он иногда пишет автоматически. Слова льются у него легко, и слова подсказывают мысли. Это старые, неинтересные мысли, но привычная рука облекает их в какую-то приемлемую форму. Писатель идет обедать или ложиться спать в приятной уверенности, что он хорошо поработал. Каждое произведение художника должно быть выражением чего-то глубоко пережитого. Это недостижимый идеал. В нашем несовершенном мире профессиональный писатель заслуживает некоторой снисходительности, но стремиться к своему идеалу он должен всегда. В сущности, писать следует только для того, чтобы освободиться от темы, которую обдумывал так долго, что больше нет сил носить ее в себе. И разумен тот писатель, который пишет с одной целью вернуть себе душевный покой. Чтобы сломать привычку писать механически, проще всего, пожалуй, переменить обстановку на такую, в которой ежедневная регулярная работа невозможна. Нельзя писать хорошо или много, а я смею утверждать, что если не писать много, не будешь писать хорошо, без привычки. Но в писательском деле, как и вообще в жизни, только те привычки хороши, которые можно сломать, едва они оборачиваются нам во вред. Однако самая большая опасность для профессионального писателя это та, которой к несчастью лишь немногим приходится остерегаться. Успех. Вот самое трудное, с чем должен совладать писатель. Достигнув его, наконец, после долгой и жестокой борьбы, писатель обнаруживает, что это ловушка, которая завлекает его, чтобы погубить. Мало у кого из нас хватает решимости не попасться в нее. Ее нужно обходить с великой осторожностью. Широко распространено ошибочное мнение, будто успех портит людей, потому что делает их самодовольными, тщеславными, эгоистами. Напротив, в большинстве случаев он делает их смиренными, терпимыми и добрыми. Неудача озлобляет человека. Успех идет человеку на пользу, однако он не всегда идет на пользу писателю. Часто он лишает писателя той силы, которая и принесла ему успех. Индивидуальность его сложилась из его опыта, борьбы, разочарований, попыток приспособиться к враждебному миру. Она должна быть очень стойкой, чтобы противостоять размягчающему влиянию успеха. К тому же успех часто несет в себе семена гибели, поскольку он разлучает писателя с его материалом. Писатель вступает в новый мир, с ним носится. А он всего лишь смертный человек, и, конечно же, ему льстит внимание великих мира сего и благосклонность красивых женщин. Он втягивается в новый образ жизни, вероятно, более роскошный, чем тот, какой он вел раньше. Привыкает к людям более воспитанным и светским, чем те, с которыми он раньше общался. Они более интеллектуальны, их внешний лоск пленяет. Как трудно теперь писателю не потерять связи с тем миром, где он черпал свои сюжеты. Успех так изменил его в глазах прежних знакомых, что они уже не чувствуют себя с ним свободно. Они завидуют ему или восхищаются им, но он теперь для них чужой. Новый мир, в который успех открыл ему двери, волнует его воображение, и он начинает писать о нем, но он его видит извне и не способен проникнуть в него так глубоко, чтобы стать частью его. Лучший пример тому Арнольд Беннет. По-настоящему он знал только жизнь пяти городов, где он родился и вырос, и только о них он мог написать что-то свое. Когда успех привел его в общество литераторов, богачей и светских женщин, и он попробовал писать о них, у него ничего не вышло. Успех погубил его. Итак, пусть писатель остерегается успеха. Его должно страшить, что люди начинают предъявлять на него какие-то права, что у него появляются новые обязанности, новые заботы. Успех благотворен только в двух отношениях. Во-первых, и это главное, он дает писателю возможность следовать своему влечению, во-вторых, он придает ему уверенности. При всем своем гоноре и тщеславии писатель, сравнивая свою книгу с тем, что ему хотелось создать, всегда в себе сомневается. Так велика разница между замыслом и осуществлением, что результат в его глазах не более как палеотив. Ему нравятся отдельные страницы, он бывает доволен одним эпизодом или одним характером, но лишь очень редко какая-нибудь его работа в целом доставляет ему удовлетворение. В глубине души он подозревает, что сделанное им вовсе нехорошо, и всякая похвала, даже если он не склонен ей верить, служит ему желанной поддержкой. Поэтому похвала и нужна ему, но гоняться за нею слабость, хотя может быть и простительная. Ибо художник должен быть равнодушен и к похвалам, и к брани, поскольку его творение интересно ему лишь применительно к самому себе, а как отнесется к нему публика, в этом он может быть заинтересован материально, но не духовно. Художник творит, чтобы освобождать свою душу. Творить для него так же естественно, как для воды течь под уклон. Недаром художники называют свои творения детищами своего мозга и сравнивают муки творчества с родовыми муками. Это что-то органическое, что развивается, конечно, не только в мозгу художника, но и в сердце, в нервах, в крови. Что-то, что в силу творческого инстинкта вырастает из его опыта душевного и физического и, наконец, распирает его с такой силой, что он должен от него избавиться. Когда это происходит, он испытывает чувство освобождения и какую-то блаженную минуту спокойно отдыхает. Но, в отличие от женщины-матери, он очень быстро теряет интерес к своему новорожденному детищу. Оно перестает быть частью его. Оно дало ему удовлетворение, и душа его уже готова для нового зачатия. Породив произведение, художник воплотил свой замысел. Однако, это еще не значит, что оно имеет ценность для кого-нибудь кроме него самого. Тому, кто читает книгу или смотрит на картину, нет дела до чувств художника. Художник искал облегчение, но потребитель искусства хочет, чтобы ему что-то сообщили, и только он может судить о том, насколько это сообщение для него ценно. Для художника то, что он может сообщить публике, побочный продукт. Я сейчас не говорю о тех, кто занимается искусством с целью поучать других. Это проповедники, и для них искусство дело второстепенное. Творчество особый вид деятельности, оно в самом себе несет удовлетворение. То, что создано художником, может быть хорошим искусством или плохим искусством, это уже решать потребителю, и он решает, исходя из эстетической ценности сообщение, которое ему предлагается. Если оно позволяет ему уйти от действительности, он его приветствует, но в лучшем случае скажет, что это искусство средней руки. Если оно обогащает его душу и способствует его внутреннему росту, он с полным основанием скажет, что это большое искусство. Однако, художнику, повторяю, нет до этого дела. Вполне естественно, что ему приятно доставить другим удовольствие и поднять их дух, но пусть он не сетует, если они не найдут в его творениях ничего для себя нужного. Он получил свою награду, удовлетворив свой творческий инстинкт. И это уже не абстрактный идеал, это единственное условие, при котором художник может приблизиться к недосягаемому совершенству, к которому он стремится. Если он писатель, он употребит свое знание, людей и мест, а также себя самого, свою любовь и ненависть, свои сокровенные мысли, свои приходящие увлечения, на то, чтобы из книги в книгу давать изображение жизни. Оно всегда будет неполным, но если ему посчастливится, он в конце концов сумеет сделать другое, даст полное изображение самого себя. Этим во всяком случае утешаешься, просматривая рекламы издателей. Когда читаешь эти длинные перечни книг, которые рецензенты превозносят до небес за остроумие, глубину, оригинальность, невольно впадаешь в уныние. Где уж угнаться за таким количеством гениев? Издатели скажут вам, что в среднем жизнь романа исчисляется в 90 дней. Трудно примириться с мыслью, что книга, в которую ты вложил не только всего себя, но еще несколько месяцев напряженной работы, будет прочтена за 3-4 часа, а через 90 дней забыта. Даже самый трезвый писатель, не ожидая от этого никакой пользы для себя, втайне все же лелеет надежду, что хотя бы часть его книг переживет его на одно-два поколения. Эта безобидная вера в посмертную славу помогает многим художникам мириться с разочарованиями и неудачами, постигающими их при жизни. В том, как беспредметна такая вера, мы убеждаемся, вспоминая писателей, которым мы сами всего каких-нибудь 20 лет назад предрекали бессмертие. Кто их сейчас читает? А при том множестве новых книг, которые выходят в свет, и тех, что оказались более долговечными, как мало вероятия, что сочинения, однажды забытые, опять всплывут на поверхность. У потомков есть одна очень странная и, как многие считают, очень некрасивая черта. Они дарят своим вниманием тех авторов, которые при жизни пользовались известностью. Те же писатели, которые услаждают кучку избранных и не находят пути к широким кругам читателей, никогда не будут услаждать потомков, потому что потомки о них просто не узнают. Это должно служить утешением популярным авторам, которым внушают, что самая их популярность свидетельствует о низком качестве их продукции. Шекспир, Вальтер Скотт и Бальзак может быть и не писали для того столичного мудреца, но так и кажется, будто они писали для грядущих веков. Единственное верное прибежище писателя это находить удовлетворение в собственном труде. Если он способен почувствовать, что достаточной наградой за его труды явилось освобождение от душевного бремени и сознание, что ему удалось хоть в какой-то мере удовлетворить собственное эстетическое чувство, тогда все остальное ему безразлично. Дело в том, что наряду с минусами и опасностями у писательской профессии есть такое преимущество, перед которым все трудности, разочарования, а может быть и лишения кажутся пустяком. Она дает духовную свободу. Жизнь для писателя трагедия, и в процессе творчества он переживает катарсис, очищение состраданием и ужасом, в котором Аристотель видел смысл искусства. Все свои грехи и безумства, несчастья, выпавшие на его долю, любовь без ответа, физические недостатки, болезни, нужду, разбитые надежды, горесть и унижение, все это он властен обратить в материал и преодолеть, написав об этом. Нет того, что бы ему не годилось, от лица, мельком увиденного на улице, до войны, сотрясающий весь цивилизованный мир, от аромата розы до смерти друга. Все недоброе, что с ним может случиться, он властен и сжить, переплавив в строфу, в песню или в повесть. Из всех людей только художнику дана свобода. Этим, возможно, и объясняется, почему к художнику относятся с такой подозрительностью? В самом деле, можно ли ему доверять, раз он так странно реагирует на самые обыкновенные человеческие побуждения? А художник и правда никогда не чувствовал себя связанным обычными нормами. И с какой бы стати? У большинства людей все помыслы и поступки направлены в первую очередь на удовлетворение своих потребностей и сохранение своей жизни. Но художник удовлетворяет свои потребности и сохраняет свою жизнь, занимаясь искусством. То, что для них лишь время препровождения, для него самое важное, а значит и отношение к жизни у него будет иное. Он сам создает себе ценности. Люди считают его циником, потому что он не придает значения тем добродетелям и не возмущается теми пороками, которые их волнуют. Он не циник, но то, что они называют пороком и добродетелью, интересует его лишь между прочим. Это малозначительные элементы в той картине жизни, из которой он строит свою свободу. Разумеется, люди совершенно правы, что возмущаются им. Но это на него не действует. Он неисправим. Когда я, добившись успеха как драматург, решил до конца жизни посвятить себя писанию пьес, я многого не предвидел. Я был счастлив, богат, занят по горло, в голове теснилось множество пьес, которые мне хотелось написать. Не знаю, потому ли, что успех дал мне не все, на что я надеялся, или потому, что то была естественная реакция на успех, но едва я утвердился в положении популярного драматурга, как меня стали неотступно преследовать воспоминания о прошлом. Смерть матери и вызванный этим развал семьи. Сплошная мука первых лет в школе, к которой мое французское детство так плохо меня подготовило и где мне приходилось особенно трудно, потому что я заикался. Радость спокойных, однообразных, но волнующих дней в Гейдельберге, когда я впервые приобщился к интеллектуальной жизни, скучные занятия медициной и захватывающее знакомство с Лондоном, все это вспоминалось так настойчиво, во сне, на прогулках, на репетициях моих пьес, на званых вечерах, стало таким наваждением, что я решил нужно написать об этом роман, иначе мне не успокоиться. Я знал, что роман получится длинный и работать над ним хотел без помехи, поэтому я отказался от всех контрактов, которые на меня сыпались и на время расстался с театром. Один роман на ту же тему я уже написал в тот год, когда, получив диплом врача, уехал в Севилью. На мое счастье, Фишер Энвин не дал мне ста фунтов, которые я за него просил, а другие издатели отказались его печатать даже бесплатно, иначе я бы загубил тему, с которой в то время по молодости лет не мог справиться. Рукопись этого романа у меня сохранилась, но я не читал его с тех пор, как просмотрел после машинки, не сомневаюсь, что это произведение весьма незрелое. Я еще не отдалился от описываемых событий настолько, чтобы выработать на них разумную точку зрения. Со мной еще не произошло многое из того, что впоследствии обогатило новую книгу. Я, кажется, знаю, почему работа над этим первым романом не помогла мне загнать в подсознание печальные воспоминания, которые легли в его основу. Писатель освобождается от своей темы лишь после того, как книга его выходит в свет. Когда книга становится достоянием публики, пусть даже самой неотзывчивой, она уже не принадлежит писателю, и тяжкий груз уже не давит ему на плечи. Свою книгу я назвал «Красота вместо пепла» цитата из пророка Исаии, но, обнаружив, что это заглавие не так давно уже было использовано, выбрал название одной из глав «Этики Спинозы» о человеческом рабстве. В русском переводе роман называется «Бремя страстей человеческих». Книга моя не автобиография, а автобиографический роман, где факты крепко перемешаны с вымыслом. Чувства в нем описанные я пережил сам, но не все эпизоды происходили так, как о них рассказано, и взяты они частью не из моей жизни, а из жизни людей хорошо мне знакомых. Книга эта оправдала надежды, которые я на нее возлагал, и когда она вышла из печати в мир, ввергнутый в кровопролитную войну и слишком поглощенный собственными страданиями, чтобы заинтересоваться приключениями вымышленного лица, я навсегда освободился от мучительных и тягостных воспоминаний. Я вложил в нее все, что тогда знал, и, дописав ее, наконец увидел, что можно жить дальше. К тому времени я сильно устал. Устал не только от людей и мыслей, так долго занимавших мой ум, но и от тех людей, среди которых жил, и от самой жизни, которую вел. Я чувствовал, что взял все возможное от того мерка, в котором вращался, успеху зрителей и безбедное существование как результат этого успеха, светскую жизнь, званые обеды у важных персон, блестящие балы и воскресные сборища в их загородных резиденциях, общение с умными и блестящими людьми, писателями, художниками, актерами, легкие связи и необременительную дружбу, комфорт и обеспеченность. Я задыхался в этой жизни и жаждал новой обстановки и новых впечатлений, но я не знал, где их искать. Я подумывал о том, чтобы уехать из Англии. Я устал от самого себя и мне казалось, что путешествие в какие-нибудь далекие края поможет не обновиться. В то время многие интересовались Россией и я носился с мыслью отправиться туда на год, изучить язык, который я уже немножко знал и проникнуться настроением этой необъятной и таинственной страны. Я думал, что там, возможно, почерпну новые душевные силы. Мне было 40 лет. Если я вообще собирался жениться и обзавестись семьей, то медлить с этим не стоило и с некоторых пор я забавы ради пробовал иногда представить себя женатым человеком. Ни на ком, в частности, мне не хотелось жениться. Меня привлекал брак как таковой. Казалось, это необходимый пункт в намеченной мною программе жизни. И я в простодушии своем я был уже не молод и считал себя умудренным в житейских делах, но во многих отношениях все еще был невероятно наивен. Я воображал, что брак сулит мне покой. Не будет больше треплющих нервы связей, поначалу, может быть, и легких, но чреватых неприятными осложнениями, поскольку в романе ведь участвует двое, и слишком часто то, что для мужчины удовольствие, для женщины оборачивается трагедией. Я смогу писать все, что захочу, не теряя даром драгоценного времени, не отвлекаясь лишними заботами. Покой и упорядоченный, достойный образ жизни. Я искал свободы и думал, что найду ее в браке. Это представление сложилось у меня, когда я еще писал о человеческом рабстве, и, обратив мечту в вымысел, как это свойственно писателям, я в конце книги нарисовал такой брак, какой мог бы соблазнить меня самого. По мнению большинства читателей, это самая слабая часть книги. Однако все мои колебания разрешило события, над которым я не был властен, разразилась война. Одна глава моей жизни закончилась. Начиналась новая глава. У меня был знакомый член кабинета, и я написал ему с просьбой помочь мне получить работу, после чего был вскоре вызван военное министерство. Но опасаясь, что меня засадят в какую-нибудь канцелярию в Англии, тогда как мне хотелось поскорее попасть во Францию, я тут же завербовался в автосанитарную часть. Не думаю, чтобы я был патриотом меньше других, но к моему патриотизму примешивалась жажда новых впечатлений, и во Франции я с первого же дня стал вести дневник. Однако работы все прибавлялось, и к концу дня я так уставал, что только о том и мог думать, как бы добраться до постели. Я наслаждался новой жизнью, в которую так внезапно окунулся и отсутствием ответственности. Мне со школьных лет, не слышавшему приказаний, приятно было, что мне велят сделать то-то и то-то, а когда все было сделано, знать, что теперь я волен распоряжаться своим временем. Как писатель я этого никогда не чувствовал. Напротив, мне всегда казалось, что нельзя терять ни минуты. Теперь я со спокойной совестью часами просиживал в кафе за разговорами. Мне нравилось встречаться с сотнями людей, и хотя я перестал вести дневник, но бережно копил в памяти их характерные черты. Особой опасности я не подвергался. Мне интересно было, как она на меня подействует. Я никогда не считал себя очень храбрым, да и не видел, зачем мне это нужно. Единственный случай проверить себя представился мне выпри, когда на главной площади снарядом разбило стену, возле которой я за минуту до этого стоял, а потом отошел, чтобы поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха сукончиков. Но тут я так удивился, что мне было не до наблюдений над самим собою. Позже я поступил в органы разведки, где, как мне казалось, мог принести больше пользы, чем управляя, и, притом не важно, санитарной машиной. Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора. Методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу, все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность, и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Год я работал в Швейцарии. Работа была сопряжена с разъездами, зима выдалась суровая, а мне по долгу службы приходилось во всякую погоду пересекать на пароходиках Женевское озеро. Со здоровьем у меня было очень неважно. Когда работа в Женеве кончилась, я оказался свободным и отправился в Америку, где в это время готовили к постановке две мои пьесы. Мне хотелось восстановить свое душевное равновесие. По собственной глупости и заносчивости я потерял его в связи с обстоятельствами, о которых нет нужды рассказывать. И я решил уехать в Полинезию. Меня тянуло туда еще с тех пор, как я мальчишкой прочел «Отлив» и «Тайну корабля» романы Стивенсона. А кроме того, хотелось собрать материал для давно задуманного мною романа, основанного на жизни Поля Гогена. Я уехал на поиски красоты и романтики, счастливой тем, что целый океан ляжет между мной и неприятностями, которые меня порядком потрепали. Я нашел и красоту, и романтику, но кроме того, нашел нечто такое, на что и не рассчитывал, нового себя. С тех самых пор, как я расстался с больницей Святого Фомы, я жил среди людей, придававших значение культуре. Я проникся убеждением, что в мире нет ничего важнее искусства. Я искал смысл существования Вселенной, и единственным смыслом, какой я мог найти, была красота, время от времени создаваемая человеком. Жизнь моя, казалось бы, разнообразная и интересная, в сущности, была ограничена очень узкими рамками. Теперь мне открылся новый мир, и всем своим инстинктам писателя я с упоением стал вбирать его новизну. Не только красота островов меня захватила, к этому меня подготовили Герман Мельвилл и Пьер Лоти, и хоть красота здесь иная, но ей не уступает красота Греции или Южной Италии. И не только легкая, неторопливая жизнь, чуть сдобренная приключениями. Самое интересное было то, что я встречал еще и людей, совершенно для меня новых. Я был подобен натуралисту, попавшему в страну с невообразимо богатой фауной. Кое-кого я узнавал, я их помнил по книгам, и теперь они вызывали во мне тоже радостное изумление, какое я однажды испытал на Малайском архипелаге, когда увидел на дереве птицу, ранее виденную мною только в зоологическом саду. Первой моей мыслью было, что она улетела из клетки. Но встречались и совсем незнакомые, и они волновали меня так же глубоко, как у Уоллеса, во время его экспедиции, новый вид животного. Общаться с ними оказалось легко. И какие только типы тут не встречались. Впору было растеряться от такого разнообразия, но я уже понатарел в наблюдении над людьми и без особых усилий раскладывал их по полочкам в своем сознании. Культурных людей среди них почти не было. Мы с ними учились жизни в разных школах и пришли к разным выводам. И жили они на другом уровне, причем чувство юмора не позволяло мне по-прежнему считать, что мой уровень выше. Он был просто другой. Если вглядеться повнимательнее, их жизнь тоже складывалась по определенной программе, исследовала определенной логике. Я спустился со своего пьедестала. Мне казалось, что эти люди более живые, чем те, которых я знал до сих пор. Они горели не холодным рубиновым пламенем, а жарким, дымным, снедающим огнем. Они тоже были по-своему ограниченные. И у них были свои предрассудки. И среди них было много глупых и скучных. Но это меня не смущало. Они были новые. В цивилизованном обществе индивидуальные черты сглаживаются, поскольку люди вынуждены соблюдать известные правила поведения. Культурность – это маска, скрывающая их лица. Здесь люди жили без покровов. Эти разнородные создания, попав в обстановку, еще сохранившую много первобытного, не считали нужным приспосабливаться к каким-то нормам. Индивидуальность могла здесь раскрываться без помехи. В больших городах люди напоминают камни, насыпанные в мешок. Их острые края постепенно стираются, и они становятся гладкими, как галька. У этих людей острые края не стирались. Человеческая природа проявлялась в них более зримо, чем в тех людях, среди которых я так долго прожил. И я всей душой потянулся к ним, как много лет назад, к тем, что приходили на прием в амбулаторию при больнице Святого Фомы. Я заполнял записные книжки короткими описаниями их внешности и характеров. И постепенно, начиная с намека, с подлинного происшествия или счастливой выдумки, вокруг некоторых из них, наиболее ярких, стали складываться рассказы. Я вернулся в Америку, а вскоре затем меня направили с секретной миссией в Петроград. Я колебался. Поручение это требовало качеств, которыми я, как мне казалось, не обладал. Но в ту минуту никого более подходящего не нашлось. А моя профессия была хорошей маскировкой для того, чем мне предстояло заниматься. Я был нездоров. Я еще помнил медицину достаточно, чтобы догадаться, чем вызвано кровохарканье, которое меня беспокоило. Рентген подтвердил, что у меня туберкулез легких. Но я не мог упустить случая пожить и, как предполагалось, довольно долго в стране Толстого, Достоевского и Чехова. Я рассчитывал, что одновременно с порученной мне работой успею получить там кое-что ценное для себя. Поэтому я не пожалел патриотических фраз и убедил врача, к которому вынужден был обратиться, что, принимая во внимание весь трагизм момента, я вправе пойти на небольшой риск. Я бодро пустился в путь, имея в своем распоряжении неограниченные средства и четырех верных чехов для связи с профессором Масариком, направлявшим деятельность около 60 тысяч своих соотечественников в разных концах России. Ответственный характер моей миссии приятно волновал меня. Я ехал, как частный агент, которого Англия, в случае чего, могла дезавуировать с инструкциями связаться с враждебным правительством элементами и разработать план, как предотвратить выход России из войны и не дать большевикам при поддержке центральных держав захватить власть. Едва ли нужно сообщать читателю, что миссия моя окончилась полным провалом. И я не прошу мне верить, что если бы меня послали в Россию на полгода раньше, я бы, может быть, имел шансы добиться успеха. Через три месяца после моего приезда в Петроград грянул гром и все мои планы пошли прахом. Я возвратился в Англию. В России я пережил много интересного и довольно близко познакомился с одним из самых удивительных людей, каких мне доводилось встречать. Это был Борис Савенков, террорист, организовавший убийство Трепова и великого князя Сергея Александровича. Но уезжал я разочарованный. Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать. Колебания, апатия, ведущая прямым путем катастрофе, напыщенные декларации, неискренность и вялость, которые я повсюду наблюдал, все это оттолкнуло меня от России и русских. Кроме того, теперь я был не на шутку болен, так как по роду своей деятельности не мог пользоваться прекрасным снабжением, с помощью которого посольство служило родине на сытый желудок и существовал проголодь, как и сами русские. В Стокгольме, где мне пришлось целый день дожидаться истребителя, на котором я должен был переправиться через Северное море, я зашел в кондитерскую, купил фунт шоколада и съел его тут же на улице. Из затеи послать меня в Румынию в связи с какими-то польскими интригами ничего не вышло. Я не жалел об этом, потому что кашель в конец меня замучил и повышенная температура не давала спать по ночам. Я пошел к лучшему специалисту, какого мог найти в Лондоне. Он тут же отправил меня в санаторий на север Шотландии, так как попасть в Давос и Санкт-Морец было в то время сложно, и следующие два года я прожил на положении больного. Это было чудесное время. Впервые в жизни я узнал, какое блаженство лежать в постели. Просто поразительно, как интересно можно жить, не вставая с постели, и сколько можно найти себе занятий. Я наслаждался одиночеством в своей комнате с огромным окном, распахнутым в звездную зимнюю ночь. Она давала мне восхитительное ощущение безопасности, отрешенности от всего и свободы. В ней стояла отрадная тишина, словно вся бесконечность пространства вливалась в нее, и дух мой один на один со звездами способен был, казалось, на любые дерзания. Никогда еще воображение мое не работало так живо. Оно неслось вперед, как парусник при попутном ветре. Однообразные дни, заполненные только чтением и мыслями, сменялись с неимоверной быстротой. Я даже огорчился, что мне разрешили вставать. В странный мир я вступил, когда поправился настолько, что мог проводить часть дня в обществе других обитателей санатория. Люди эти, некоторые из них провели здесь долгие годы, по-своему были так же необычайны, как те, кого я встречал в Полинезии. Болезнь и ненормальная жизнь под стеклянным колпаком странно на них действовала, извращала, закаляла, портила их характер, и так же, как на Самуа или на Таити его портил, закалял или извращал расслабляющий климат и чуждое окружение. В этом санатории я узнал о человеческой природе много такого, чего вне его стен, вероятно, не узнал бы никогда. Когда я выздоровел, война уже кончилась. Я поехал в Китай. Меня влекло туда, как всякого путешественника, который интересуется искусством и хочет узнать все, что можно о жизни далекого народа, носителя древней культуры. Но, кроме того, меня влекла надежда повидать там всяких людей, и знакомством с ними обогатить свой опыт. Надежда эта сбылась. Опять мои записные книжки заполнились описаниями людей и мест и набросками сюжетов ими подсказанных. Я понял, какую огромную пользу приносит мне путешествие. Раньше я лишь смутно это чувствовал. С одной стороны, они давали мне внутреннюю свободу, с другой, целой коллекции персонажей для будущих книг. После этого я побывал во многих странах. Я плавал по разным морям на пароходах люкс, на грузовых суденышках, на парусных шхунах, передвигался поездом, автомобилем, в полонкине, пешком и верхом. И всюду я высматривал интересных, самобытных, диковинных людей. Иногда, приехав на новое место, я чутьем угадывал, что оно сулит мне добычу, и оставался поджидать ее. Если такого чувства не возникало, я сразу ехал дальше. Я не упускал ни одного случая расширить свой опыт. Когда была возможность, я путешествовал со всем комфортом, какой позволяли мои более чем достаточные средства, считая, что глупо идти на лишения ради лишений, но ни разу, кажется, я не отказался от своих планов, потому что выполнение их было сопряжено с неудобствами или с опасностью. Осматривать достопримечательности это не по мне. Столько восторгов уже потрачено на всемирно известные памятники искусства и красоты природы, что я, увидев их воочию, почти не способен восторгаться. Меня всегда пленяли картины попроще. Деревянный дом на сваях, приютившийся среди фруктовых деревьев, маленькая круглая бухта, осененная кокосовыми пальмами, бамбуковая рощица у дороги. Меня интересовали люди и их биографии. Сам я стесняюсь завязывать новые знакомства, но, на мое счастье, у меня был спутник, человек на редкость общительный и приветливый. Ему ничего не стоило подружиться с первым встречным на пароходе, в клубе, в баре или в гостинице, а через него и я знакомился с несчетным количеством людей, которых иначе наблюдал бы только издали. Я сближался с ними ровно настолько, насколько это мне было нужно. Их толкало на такое сближение скука или одиночество. Желание хоть перед кем-то излить душу, но с очередным отъездом знакомство обрывалось. Оно только потому и могло состояться, что конец его был предрешен. Оглядываясь на эту длинную вереницу, я не могу припомнить никого, кто не сообщил бы мне чего-нибудь интересного. У меня было ощущение, что я стал чувствителен как фотопластинка. Неважно, насколько правильное впечатление складывалось у меня о том или другом человеке, важно, что с помощью воображения я мог каждого из них отлить в достоверный образ. Это была самая увлекательная игра, какую я знал в жизни. Много писалось о том, что нет двух одинаковых людей, что каждый человек неповторимо своеобразен. Это отчасти верно, но значение имеет только теоретическое. На практике все люди очень похожи друг на друга. Их можно разделить на сравнительно небольшое количество типов. Одинаковые обстоятельства одинаково на них действуют. По одним их свойствам можно догадаться о других. Так палеонтолог восстанавливает вымершее животное по одной его кости. Характеры литературный жанр, известный со времен теофраста, и нравы в литературе 17-го столетия доказывают, что люди резко распадаются на несколько категорий. Это и есть основа реализма. Он строится на узнавании. Романтический метод ищет исключительного, реалистический обычного. Не вполне нормальная жизнь, какую живут люди в странах с первобытным укладом и чуждой для них средой, подчеркивает их обыденность, так что она приобретает своеобразный характер. А уж если они и сами необычные, что, разумеется, бывает, тогда их странности при отсутствии обычных тормозов проявляются с такой свободой, какой им не дождаться в цивилизованном обществе. И тогда мы имеем дело с фигурами, к которым реалисту лучше и не подступаться. Всякий раз я странствовал до тех пор, пока не начинал замечать, что восприимчивость моя притупилась, и при встречах с людьми я уже не могу усилием воображения представить их себе отчетливо и связно. Тогда я возвращался в Англию, чтобы разобраться в своих впечатлениях и отдохнуть, пока не почувствую, что опять способен что-то воспринять. Наконец, после седьмого, если не ошибаюсь, путешествия, впечатления стали повторяться. Все чаще мне попадались типы, уже встреченные когда-то раньше. Они не возбуждали во мне прежнего интереса. Я пришел к выводу, что исчерпал свою способность субъективно и страстно воспринимать людей, за которыми езжу в такую даль. Я ни минуты не сомневался в том, что сам наделяю их тем своеобразием, которое я нахожу в них. А стало быть, в дальнейших путешествиях проку не будет. В меня уже стреляли бандиты. Два раза я чуть не умер от лихорадки, однажды чуть не утонул. Я рад был вернуться к более упорядоченному образу жизни. Из каждого путешествия я возвращался немного изменившимся. В молодости я много читал. Не потому, что хотел извлечь из чтения пользу, а из любопытства или любознательности. Путешествовал я потому, что это меня занимало, а также в поисках материала для будущих книг. Мне не приходило в голову, что новые впечатления воздействуют и на меня самого, и лишь долго спустя я понял, как они изменили мой характер. Сталкиваясь со всеми этими диковинными людьми, я потерял ту гладкость, которую приобрел, когда жил размеренной писательской жизнью, был одним из камней, насыпанных в мешок. Теперь у меня опять появились острые края. Я стал наконец самим собой. Я отказался от путешествий, когда почувствовал, что они больше ничего не могут мне дать. Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, как он есть. Я ни от кого не требовал больше, чем мог получить. Я научился терпимости. То, что было в людях хорошего, радовало меня. То, что в них было дурного, не приводило в отчаяние. Я обрел душевную независимость. Я научился идти своим путем, не заботясь о том, что обо мне думают. Я хотел свободы для себя и готов был предоставить ее другим. Легко смеяться и пожимать плечами, когда люди поступают скверно с кем-то еще. Когда поступают скверно с тобой, это гораздо труднее. Мне это удавалось. Вывод, к которому я пришел по поводу большинства людей, я вложил в уста человека, встреченного мною на пароходе в Южно-Китайском море. Своё мнение о роде человеческом я изложу тебе в двух словах, братец, говорит он у меня. Сердце у людей правильное, а вот голова никуда не годится. Я всегда давал материалу отстояться у меня в мозгу, прежде чем перенести его на бумагу, и первый из тех рассказов, для которых я делал заготовки в Полинезии, был написан лишь через четыре года после того, как я там побывал. До этого я долго не писал рассказов. С них я начал свою литературную карьеру, и третьей моей книгой был сборник из шести рассказов, очень плохих. После этого я время от времени пытался писать для журналов. Агенты мои охотились за юмористикой, но это было не по моей части. Я писал вещи мрачные, негодующие или сатирические. Мои попытки угодить редакторам и тем заработать немного денег редко удавались. Первый рассказ, который я написал после большого перерыва, назывался «Дождь». И поначалу казалось, что ему посчастливится не больше, чем моим ранним рассказом. Один редактор за другим отказывались его печатать. Но теперь это меня не смущало, и я продолжал писать. Когда были готовы шесть рассказов, все они рано или поздно попали в журналы, я издал их отдельной книгой. Она имела неожиданный успех, что очень меня порадовало. Мне полюбился этот жанр. приятно бывало прожить две-три недели в обществе своих персонажей, а затем расстаться с ними. Они не успевали мне надоесть, что часто случается, когда в течение долгих месяцев работаешь над романом. Самый объем рассказа, примерно 12 тысяч слов, позволял достаточно полно развить тему, но при том требовал сжатости, которой я привык добиваться, когда писал пьесы. Мне не повезло в том смысле, что я всерьез взялся за жанр рассказа в такое время, когда лучшие писатели Англии и Америки подпали под влияние Чехова. Литературному миру недостает чувства пропорций. Когда он чем-нибудь увлечется, он склонен считать это не модой, а непреложным законом. И вот сложилось мнение, что всякий одаренный человек, который хочет писать рассказы, должен писать так, как Чехов. Несколько писателей создали себе имя тем, что пересаживали русскую тоску, русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское безволие на почву Суррея или Мичигана, Бруклина или Клепома. Нужно признать, что подражать Чехову нетрудно. Я на горьком опыте убедился, что десятки русских иммигрантов делают это очень ловко. Говорю на горьком опыте, потому что они присылают мне свои рассказы на предмет исправления английского языка, а потом обижаются на меня, если я не могу получить для них много денег от американских журналов. Чехов превосходно писал рассказы, но талант его не был универсален, и он благоразумно держался в пределах своих возможностей. Он не умел построить сжатую драматическую новеллу из тех, что можно с успехом рассказать за обедом, как «Ожерелье или наследство» новеллы Мапасана. Человек он был, видимо, бодрый и энергичный, но творчество его отмечено унынием и грустью, и ему, как писателю, претил насыщенный действием сюжет и всякое излишество. Его юмор, зачастую такой горестный, это реакция действительного человека на непрестанное мучительное раздражение. Он видел жизнь в одном цвете. Персонажи его не отличаются резко выраженной индивидуальностью. Как люди, они его, видимо, не очень интересовали. Может быть, именно поэтому он способен создать впечатление, будто между ними нет четких границ, и все они сливаются друг с другом, как некие мутные пятна, способен внушить вам чувство, что жизнь непонятна и бессмысленна. В этом и состоит его неповторимое достоинство. И это вот как раз не уловили его подражатели. Я не знаю, сумел бы я или нет писать рассказы в манере Чехова. Мне этого не хотелось. Мне хотелось строить свои рассказы крепко, на одной непрерывной линии от экспозиции до концовки. Рассказ я понимал как изложение одного события материального или духовного порядка. Изложение, которому можно придать драматическое единство, исключив из него все, что не необходимо для прояснения смысла. Я не боялся того, что принято называть изюминкой. Мне казалось, что она предусудительна лишь в том случае, если неправомерна. И ополчились на нее лишь потому, что слишком часто она вводится искусственно для внешнего эффекта, а не вытекает логически из сути рассказа. Короче говоря, я предпочитал кончать свои рассказы не многоточием, а точкой. Этим, вероятно, и объясняется, почему во Франции они получили более высокую оценку, чем в Англии. Наши знаменитые романы бесформенны и громоздки. Англичанам нравится углубляться в эти огромные расползшиеся задушевные произведения. Самая рыхлость композиций, неторопливое изложение разветвленного сюжета, множество любопытных персонажей, которые то появляются, то исчезают и, в сущности, почти не связаны с главной темой. Все это порождает у английского читателя ощущение сходства с жизнью. Но у французов эти же качества вызывают чувство протеста. Когда Генри Джеймс стал читать англичанам проповеди о форме романа, они слушали с интересом, но мало что изменили в своей практике. Дело в том, что к форме они относятся подозрительно. Она их стесняет, не дает свободно дышать, им кажется, что если писатель решит втиснуть материал в какие-то твердые рамки, жизнь ускользнет у него между пальцами. Французский критик требует, чтобы у литературного произведения было начало, середина и конец, чтобы сюжет развивался четко, вплоть до своего логического завершения, и чтобы все вам рассказанное служило раскрытию темы. Раннее знакомство с Мапасаном, школа драматургии, которую я прошел, а может быть и личная склонность, помогли мне, как видно, овладеть чувством формы, удовлетворяющим французов. Во всяком случае, они не упрекают меня ни в сентиментальности, ни в многословии. Лишь очень редко жизнь предлагает писателю готовый сюжет. Мало того, факты ему часто мешают, они дают толчок его воображению, но в дальнейшем влияние их может оказаться вредным. Классический пример тому «Красное и черное». Это очень крупное произведение, но почти все согласны в том, что конец его слабее всего остального. И это очень понятно. Поводом для написания романа послужило Стендалю происшествие, в свое время наделавшее много шуму. Молодой семинарист убил свою любовницу, предстал перед судом и был казнен. Но Стендаль вложил в своего героя Жюльена Сореля не только многое от самого себя, но еще больше от того человека, каким он хотел бы быть и к великому своему огорчению не был. Он создал одного из самых интересных литературных героев, и герой этот на протяжении трех четвертей романа ведет себя последовательно и правдоподобно. Но затем автору пришлось вернуться к фактам, которые подсказали ему книгу. А это он мог сделать, только заставив своего героя действовать несообразно с его характером и с его умом. Переход настолько резок, что перестаешь верить, а когда книге не веришь, она уже не захватывает. Вывод, если факты не соответствуют логике характера, не следует бояться выкинуть факты за борт. Я не знаю, как именно Стендаль мог бы закончить свой роман, но думаю, что из всех возможных концов он выбрал самый неудовлетворительный. Меня осуждали за то, что я списывал своих персонажей с живых людей. Судя по отзывам критики, можно подумать, будто до меня никто этого не делал. Это чепуха. Так делают все писатели. С тех пор, как возникла литература, всегда существовали прототипы. Ученые, кажется, выяснили, как звали жирного обжору, с которого Петроний писал своего Тримальхиона, а шекспироведы отыскали подлинного судью Шеллоу. Порядочный, добродетельный Вальтер Скотт дал очень злой портрет своего отца в одной книге и гораздо более привлекательный в другой, когда резкость его суждений с годами смягчилась. В рукописях Стендаля найден перечень людей, послуживших ему материалом. Диккенс, как известно, писал мистера Микобера со своего отца, а Харльда Скимпела с Ли Ханта. Тургенев говорил, что вообще не мог бы создать литературный образ, если бы не отталкивался всякий раз от живого человека. Я подозреваю, что когда писатели отрицают, что пишут с живых людей, они обманывают себя. А это вполне вероятно, поскольку можно писать очень хорошие романы, не обладая большим умом. Или обманывают нас. Если же они говорят правду и действительно не имели в виду какого-нибудь определенного человека, то персонажи их, как мне кажется, рождены скорее не творческим инстинктом, а памятью. Сколько раз встречали мы Д'Артаньяна, миссис Прауди, Архидиакона Грентли, Джейн Эйр и Жерома Куаньяра под другими именами и в другой одежде. Я бы сказал, что писать персонажей с натуры не только обычно, но необходимо, и стыдиться здесь писателю решительно нечего. Как сказал Тургенев, только если имеешь в виду определенного человека, можно придать своему творению и живость, и свежесть. А что это наше творение, на этом я настаиваю. Мы очень мало знаем даже о самых близких нам людях. Уж, конечно, недостаточно для того, чтобы они выглядели живыми, если целиком перенести их на страницы книги. Людей нельзя копировать. Они слишком зыбки и расплывчатые, а с другой стороны слишком непоследовательны и противоречивы. Писатель не копирует свои оригиналы, он берет от них то, что ему нужно, отдельную черту, привлекшую его внимание, склад ума, поразивший его воображение, и из этого строит характер. Он вовсе не стремится нарисовать похожий портрет, он стремится создать что-то достоверное и пригодное для его целей. Иногда он уходит очень далеко от оригинала и в результате многие писатели вероятно слышали обвинения в том, что они изобразили такого-то или такую-то, когда они имели в виду совсем другого человека. К тому же писатель отнюдь не всегда выбирает себе натуру среди своих близких знакомых. Иногда ему достаточно один раз увидеть человека в ресторане или поговорить с ним четверть часа в курительной комнате на пароходе. Все, что ему нужно, это первый камень фундамента, на котором он затем может строить, используя свой жизненный опыт, знания людей и интуицию художника. Все это было бы очень хорошо, если бы не обидчивость тех лиц, которые служат художнику натурой. Человеческое самомнение так безмерно, что люди, у которых есть знакомый писатель, вечно высматривают себя в его книгах, а когда им удается внушить себе, что тот или иной персонаж списан с них, они бывают оскорблены до глубины души, обнаружив в нем какие-нибудь несовершенства. Они вечно подмечают недостатки своих друзей и высмеивают их причуды, но в своем неимоверном эгоизме не могут примириться с тем, что и сами не свободны от недостатков и причуд. А закадычные их друзья еще подливают масло в огонь с притворным сочувствием, возмущаясь, якобы нанесенной им обидой. Не обходится тут, конечно, и без обмана. Вероятно, я не единственный писатель, на которого сыпались проклятия женщин, заявлявших, что я гостил у них и вместо благодарности за гостеприимство вывел их в книги, когда на самом деле я не только никогда у них не гостил, но даже не знал о их существовании. Так тщеславны эти бедняги и так пустая их жизнь, что они нарочно отожестляют себя с какой-нибудь дрянью, чтобы в своем крошечном мерке создать себе скандальную славу. Иногда писатель, оттолкнувшись от самого заурядного человека, создает фигуру благородную, сдержанную и мужественную. Значит, он усмотрел в этом человеке значительность, которая ускользнула от окружающих его. В таких случаях, как ни странно, прототип остается неузнанным. Но стоит вам изобразить человека с пороками или смешными недостатками, как ему дают имя и фамилию. Из этого я принужден был сделать вывод, что недостатки своих друзей мы знаем гораздо лучше, чем их достоинства. Писателям редко движет желание кого-то обидеть, и он всеми доступными ему средствами оберегает свою натуру, он переселяет своих персонажей в другую часть света, дает им другие средства к существованию, порой переводит в другой круг общества, гораздо труднее для него изменить их внешность. Физический облик человека отражается на его характере, и с другой стороны, характер, хотя бы в самых общих чертах, проявляется во внешности. Нельзя убавить человеку рост, а в остальном сохранить его без изменений. Высокий рост заставляет человека по-иному смотреть на мир, а значит меняет его характер. Точно так же нельзя, чтобы замести следы, превратить миниатюрную брюнетку в крупную блондинку. Внешность приходится оставлять более или менее в неприкосновенности, иначе разрушится то, что и заинтересовало вас как писателя. Но ни один человек не вправе сказать о персонаже из книги «это я». Он может только сказать «я навел писателя на мысль об этом персонаже». Если у него есть хоть капля здравого смысла, это его не оскорбит, а заинтересует, причем выдумка и интуиция автора, возможно, заставит его увидеть в себе много такого, о чем ему не бесполезно знать. Я не питаю иллюзий относительно своего места в литературе. В Англии только два критика с именем дали себе труд принять меня всерьез, а способные молодые люди, пишущие статьи о современной литературе никогда обо мне не упоминают. Я не в претензии. Это очень естественно. Я никогда не занимался пропагандой. Круг читателей за последние 30 лет невероятно разросся, и появилась масса необразованных людей, жаждущих знаний, какие можно приобрести без большой затраты труда. Они воображали, что чему-то учатся, читая романы, в которых персонажи высказывались по злободневным вопросам. Сведения, которые они таким образом получали, усваивались тем легче, что были кое-где пересыпаны объяснениями в любви. Установилась точка зрения на роман как на удобную трибуну для распространения идей, и немало писателей были согласны принять на себя руководство общественной мыслью. Их романы были не столько литературой, сколько публицистикой. Они имели познавательную ценность, плохо то, что очень скоро читать их становилось так же невозможно, как позавчерашнюю газету. Но чтобы удовлетворить любознательность несметного числа новых читателей, за последнее время стали выпускать множество книг в популярной форме, излагающих вопросы науки, просвещения, социального обеспечения и другие. Огромный успех этих изданий убил роман пропаганды. Но понятно, что пока он был в моде, он казался гораздо более значительным, а стало быть, и вызывал больше откликов, чем роман характеров и приключений. Затем авторитетные критики и серьезные читатели стали интересоваться главным образом теми писателями, в чьих книгах они усматривали новые технические приемы. И это тоже понятно, потому что новые приемы придавали свежести затасканному материалу и могли стать предметом оживленного обсуждения. Мне кажется странным, что этому уделяют так много внимания. Остроумный метод, который Генри Джеймс изобрел и довел до высокой степени совершенства, пропускать свой рассказ через восприятие наблюдателя, который и сам участвует в действии, позволил ему добиваться драматического эффекта, очень ценимого им и правдоподобия дорогого сердцу писателя, испытавшего на себе сильное влияние французских натуралистов, а также обойти некоторые трудности, с которыми сталкиваются авторы, когда пишут с позицией всевидящего и всезнающего рассказчика. То, что было этому наблюдателю неизвестно, могло и для читателя оставаться тайной. Но все это было лишь небольшим видоизменением автобиографической формы романа, которая обладает многими из тех же преимуществ, и говорить об этом как о некоем открытии в эстетике немножко смешно. Из других экспериментов наиболее важным было введение в литературу потока сознания. Писатели всегда привлекали философы, обладающие эмоциональной силой воздействия и не слишком трудные для понимания. Они бредили по очереди Шопенгауэром, Ницше и Бергсоном. Разумеется, они не могли не увлечься и психоанализом. Он открывал для писателя большие возможности. Писатель знал, что лучшим из того, что он пишет, он в большой мере обязан собственному подсознанию. И соблазнительно было исследовать новые глубины характера, рисуя воображаемую картину подсознания у вымышленных им персонажей. Это был ловкий и занятный фокус, но не более. Когда писатель, вместо того, чтобы прибегать к нему изредка как к ироническому, драматическому или объяснительному приему, клали его в основу своего произведения, это получалось скучно. Я предвижу, что общая литературная техника вберет в себя то, что есть полезного в этом и подобных приемах, но произведения, в которых он был введен впервые, очень скоро перестанут вызывать интерес. Те, кто увлекался этими курьезными экспериментами, сдается мне, упустили из виду, что по своему содержанию книги, в которых они используются, на редкость мелки. Так и кажется, что автора втолкнуло на эти выверты тревожное сознание собственной пустоты. Люди, описанные столь изощренно, по существу совершенно неинтересны, а тема незначительна. И это естественно. Автор только тогда пускается на технические ухищрения, когда не захвачен своей темой. Когда же он одержим темой, у него остается мало времени, чтобы думать о том, как бы помудренее выразиться. Так, в XVII веке писатели, устав от умственного напряжения ренессанса и отстраненной деспотизмом королей и господством церкви от решения серьезных проблем жизни, обратились к гонгоризму, кончеттизму и прочим игрушкам. Гонгоризм по имени испанского писателя Луиса де Гонгора и кончеттизм от итальянского кончетти, фокусы штучки, претенциозный искусственный литературный стиль. Возможно, что интерес, проявляемый в последние годы к техническому экспериментированию в искусстве, это показатель упадка нашей культуры. Темы, казавшиеся важными в XIX веке, перестали интересовать, а с другой стороны художники еще не видят, чем будет жить поколение, призванное создавать культуру, которая идет ей на смену. Меня нисколько не удивляет, что литературный мир придает мало значения моей работе. Как драматург я прекрасно укладывался в традиционные формы. Как прозаик я восхожу через несчетные поколения к тем, кто рассказывал сказки у костра в пещере неолитического человека. Мне было о чем рассказать, и мне было интересно рассказывать. Никаких других целей я себе не ставил. На мое горе интеллигенция за последнее время прониклась презрением к сюжету. Я прочел много книг о литературном мастерстве, и везде фабуле отводится самое скромное место. Замечу мимоходом, что мне непонятно, почему некоторые теоретики так подчеркивают различия между сюжетом и фабулой. Фабула это попросту костяк, на котором строится сюжет. Если верить этим книгам, для культурного автора сюжет только помеха, уступка низменным вкусом публики. В самом деле иногда может показаться, что лучший романист это эссеист, и что хорошие рассказы писали только Хезлит и Чарльз Лэм. Но людям всегда доставляла радость слушать интересные истории, так же, как смотреть на танцы и пантомиму, из которых родился театр. О том, что потребность в этом сохранилась и по сей день, свидетельствует успех детективных романов. Их читают самые высокоинтеллектуальные люди с снисходительной усмешкой, но все же читают. А почему бы им это делать, если не потому, что психологические, педагогические, психоаналитические романы, единственные, признаваемые ими в теории, не удовлетворяют именно этой их потребности? Немало способных писателей, у которых голова полна превосходных мыслей и есть талант к тому, чтобы создавать живые образы, понятия не имеют, что с ними делать после того, как они созданы. Они не умеют выдумать достоверный сюжет, как и все писатели, а каждый писатель немножко обманщик. Они возводят свои недостатки в достоинство и либо говорят читателю, что фабулу он может вообразить сам, либо ругают его за неуместное любопытство. Они утверждают, что в жизни истории не имеют конца, ситуации не разрешаются, нити повисают в воздухе. Это не всегда верно. Смерть во всяком случае заканчивает все наши истории, но даже будь это так, довод их несостоятелем. Ведь писатель называет себя художником, а художник не копирует жизнь, он компонует ее сообразно своему замыслу. Как живописец мыслит кистью и красками, так писатель мыслит сюжетом. Его мировоззрение, хоть он может и не сознавать этого, самая его личность существует как цепь человеческих поступков. Оглядываясь на искусство прошлого, трудно не заметить, что художники редко придавали большое значение сходству с жизнью. Обычно они использовали жизнь как условную декорацию, а непосредственно копировали ее лишь время от времени, когда воображение заводило их слишком далеко и ощущалась потребность возврата к первоисточнику. Применительно к живописи и скульптуре можно даже сказать, что очень большое приближение к жизни всегда означало упадок той или иной школы. Скульптуры Фидия уже предвещают скуку Аполлона Бельведерского. Чудо в Бальсана Рафаэля пресную безвкусица Бугеро. А новых сил искусство может набраться лишь навязав природе новую условность, но это между прочим. Читателю естественно хочется знать, что случилось с людьми, которыми он заинтересовался и фабула средства удовлетворить это его желание. Хорошо построить сюжет очень нелегкое дело, но из этого не следует, что сюжет вообще достоин презрения. Он должен быть связным и достаточно достоверным по отношению к данной теме. Должен давать простор для развития характеров, поскольку это основная задача современной литературы. И он должен быть завершенным, так чтобы, когда автор развернет его до конца, ни у кого уже не возникало вопросов относительно лиц, которые в нем участвовали. Подобно трагедии Аристотеля, он должен иметь начало, середину и конец. Главного назначения сюжета многие как будто вовсе не учитывают. Состоит оно в том, что сюжет позволяет направлять интерес читателя, а это, возможно, самое важное в литературном мастерстве, потому что только направляя интерес читателя, автор ведет его за собой от страницы к странице и может внушить ему нужное настроение. Автор всегда немножко передергивает, но он не должен допускать, чтобы читатель это заметил, а умело построенная фабула позволяет так крепко завладеть вниманием читателя, что тот и не догадается, какому подвергся насилию. Я пишу не трактат о теории прозы, поэтому мне нет нужды перечислять приемы, какими писатели достигают этой цели. Но какого успеха можно добиться, направляя интерес читателя и как опасно им пренебрегать, ясно видно из сравнения чувства и разума и воспитания чувств. Джейн Остин так уверенно ведет за собой читателя по нехитрым перепятиям сюжета, что он и не задумывается о том, что Эленор ханжа, Марианна дура, а все трое мужчин манекены. Флабер же, стремясь к предельной объективности, так мало направляет интерес читателя, что последний остается совершенно равнодушен к судьбе героев. В результате эта его книга очень трудно читается. Едва ли найдется другой роман, который при стольких достоинствах оставлял бы такое смутное впечатление. Когда мне шел третий десяток, критики отмечали, что я груб. После тридцати лет они меня корили за дерзость, после сорока за цинизм, после пятидесяти за то, что я сведущ в своем деле, а теперь, когда мне перевалило за шестьдесят, они меня называют поверхностным. А я шел своим путем, следуя линии, которую себе наметил и стараясь с помощью моих книг выполнить задуманную программу. Мне кажется, что те писатели, которые не читают критики, поступают неразумно. Очень полезно приучить себя невозмутимо выслушивать и хвалы, и ругань. Ведь легко пожимать плечами, когда тебя называют гением, но куда труднее сохранить душевное равновесие, когда тебе дают понять, что ты болван. История критики учит нас, что критик-современник может ошибаться. Совсем непросто решить, в какой степени писатель обязан считаться с его мнением. К тому же мнения эти так разноречивы, что писателю очень трудно судить по ним о своих заслугах. В Англии есть тенденция смотреть на роман свысока. Критика серьезно занимается мемуарами третьестепенного политического деятеля или биографии куртизанки, а полдюжны романов обозревателя разбирает скопом, да и то сплошь и рядом лишь с целью поострить на их счет. Все дело в том, что для англичан познавательная ценность книги выше, чем художественная. Именно поэтому писателю трудно извлечь из критики что-нибудь полезное для собственного развития. Большое несчастье для английской литературы, что в 20 веке у нас не было ни одного критика калибра Сент-Бёва, Мэтью Арнольда или хотя бы Брюнетьера. Правда, такой критик не стал бы много заниматься современной литературой и даже в лучшем случае его критика, если судить по трем упомянутым мною именам, не принесла бы прямой пользы современным писателям. Ибо Сент-Бёв, как известно, завидовал успеху определенного рода, которого сам он тщетно добивался, и это мешало ему справедливо судить о своих современниках. А Мэтью Арнольд проявил такой недостаток вкуса, говоря о французских писателях своего времени, что и английским писателям вероятно повезло бы не больше. Брюнетьеру не хватало терпимости, он подходил к автору с жесткой меркой и не способен был увидеть достоинства тех писателей, чьим целям не сочувствовал. Свой престиж он завоевал не столько талантом, сколько силой характера. И все же критик, по-настоящему радеющий о литературе, может принести писателям пользу. Даже если он их больно задевает, они уже из одного чувства протеста пытаются лучше осмыслить свои цели. Он может расшевелить их, заставить более сознательно добиваться совершенства, исследуя его примеру, серьезнее относиться к собственному труду. Платон в одном из своих диалогов пытался, видимо, доказать невозможность критики. На самом же деле он только показал, какой нелепости приводят иногда сократический метод. Существует критика, безусловно, никчемная, та, которой критик хочет вознаградить себя за унижения, испытанные им в юности. Для него критика средство вернуть себе самоуважение. В школе, не умея приноровиться к нормам этого узкого мерка, он получал пинки и колотушки, теперь, ставши взрослым, он сам раздает пинки и колотушки, чтобы отомстить за свои обиды. Ему важно не то, как на него действует разбираемое произведение, а то, как он это произведение разбирает. Сейчас авторитетный критик нужен больше, чем когда-либо, потому что все виды искусства безнадежно перепутались. Композиторы рассказывают повести, живописцы пускаются в философию, писатели проповедуют, поэты, наскучив поэтической гармонии, пытаются приспособить свои стихи к гармонии прозы, а прозаики пытаются навязать прозе поэтические ритмы. Очень нужно, чтобы кто-то снова определил отличительные качества всех искусств и указал заблудившимся, что такие эксперименты могут лишь еще больше их запутать. Трудно ожидать, чтобы нашелся человек, одинаково компетентный во всех искусствах, но поскольку спрос рождает предложение, мы все же вправе надеяться, что скоро появится критик, достойный занять место Сент-Бёва и Мэтью Арнольда. Он мог бы сделать очень много. Не так давно я прочел две или три книги, где утверждается, что критику можно возвести в точную науку. Они меня не убедили. На мой взгляд, критика сугубо личное дело. И ничего плохого в том нет, если критик значительная личность. Опасно только, если свою работу он считает творчеством. Его задача направлять, оценивать, указывать новые творческие пути, но если он будет считать себя художником, то и заниматься будет больше творчеством, самым увлекательным видом человеческой деятельности, нежели своими непосредственными задачами. Критику очень полезно написать пьесу, роман, десяток стихотворений. Ничто другое не даст ему такого знания литературной техники, но великим критиком он будет только если поймет, что творчество не его удел. Отчасти наша критика так бесполезна именно потому, что ею между делом занимаются поэты и прозаики. Вполне естественно, что по их мнению писать стоит только так, как пишут они сами. Великого критика должны отличать не только универсальные знания, но и всеобъемлющая доброжелательность, притом основанная не на равнодушии, которая делает людей терпимыми к тому, до чего им нет дела, а на активной любви к разнообразию. Он должен быть психологом и физиологом, чтобы понимать связь первоэлементов литературы с мозгом и телом человека. И он должен быть философом, так как философия научит его спокойствию и беспристрастности и заставит помнить, что все человеческое приходящее. Ему мало знать свою родную литературу. Основываясь на изучении прошлого, внимательно следя за литературой других стран, он будет ясно представлять себе течение и пути развития современной литературы, и это позволит ему с пользой направлять работу своих соотечественников. Он должен опираться на традицию, поскольку традиция отражает особенности присущей литературе той или иной страны, и в то же время всячески поощрять развитие этой традиции в естественном для нее направлении, помня, что традиция это не оковы, а путеводная звезда. Он должен быть тверд, терпелив и увлечен. Каждая новая книга должна быть для него захватывающим переживанием. Он подходит к ней во всеоружии своей эрудиции и силы своего характера. Словом, большой критик должен быть большим человеком, и как большой человек, он должен примириться с тем, что работа его, при всем своем огромном значении, имеет лишь приходящую ценность, потому что главная его заслуга откликаться на запросы своего времени и указывать путь своему поколению. А потом приходит новое поколение с другими запросами, открываются новые пути, и тогда ему уже больше нечего сказать, и его вместе с его трудами отправляют на свалку. Для того, чтобы, предвидя такой конец, все же посвятить свою жизнь литературной критики, нужно твердо верить, что литература один из важнейших видов деятельности человека. Писатель испокон веков утверждает, что так оно и есть, и вдобавок еще утверждает, что он не такой, как другие люди, а стал быть не обязан подчиняться их правилам. Другие люди встречают подобное заявление руганью, насмешками и презрением. На это писатель реагирует разно, смотря по своему характеру. Иногда он всячески подчеркивает свое отличие от тех, кого называет толпой, и, чтобы эпатировать буржуа, щеголяет в красном жилете, как Теофиль Готье или как Жерар Денерваль водит по улицам Омара на розовой ленточке. Иногда он для смеха притворяется таким, как все, и, подобно Браунингу, чувствуя себя поэтом, рядится в одежде в каждом из нас перемешано несколько исключающих друг друга индивидуумов, но писатель, художник ясно это ощущает. У других людей, в силу их образа жизни, та или другая их сторона перевешивает, а все остальные исчезают или задвигаются далеко в подсознание. Но живописец, писатель, святой всегда ищет в себе новых граней. Ему скучно повторяться, и он, может быть, бессознательно старается уберечься от односторонности. Ему не грозит опасность стать существом последовательным и цельным. Другие люди бывают оскорблены до глубины души, обнаружив несоответствие между жизнью художника и его творчеством. Они просто не в состоянии примирить одухотворенную музыку Бетховена с его скверным характером, божественные экстазы Вагнера с его эгоизмом и нечестностью, нравственную нечистоплотность Сервантеса с его нежностью и великодушием. Иногда в порыве негодования они пытаются себя убедить, что и произведения таких людей не столь замечательны, как им казалось. Они ужасаются, узнав, что чистые, благородные поэты оставили после себя много непристойных стихов. Им начинает казаться, что все с самого начала было ложью. Какие же это подлые обманщики, говорят они, но в том-то и дело, что писатель не один человек, а много. Потому-то он и может создать многих, и талант его измеряется количеством ипостасей, которые он в себе объединяет. Если какой-нибудь характер получился у него неубедительным, это объясняется тем, что в нем самом нет ничего от этого человека. Ему пришлось положиться на свои наблюдения, а значит, он только описал, но не родил. Писатель не сочувствует, он чувствует за других. Он испытывает не симпатию, которая слишком часто врождается в сентиментальность, а то, что психологи называют эмпатией. Именно потому, что Шекспир был наделен ею так щедро, он из всех литературных гениев и самый живой, и самый несентиментальный. Кажется, Гете первым среди писателей осознал свою многоликость, и это открытие всю жизнь его беспокоило. Он вечно сравнивал себя как писателя и как человека, безуспешно стараясь примирить их между собой. Но художник и другие люди стремятся к разным целям. Цель художника творчества, цель других людей непосредственное действие. Поэтому и взгляд на жизнь у художника особый. Психологи говорят нам, что для обыкновенного человека образ менее ярок, чем ощущение. Для него это опосредственный опыт, осведомляющий о предметах, познаваемых чувством, и в мире чувств, служащий руководством к действию. Мечты обыкновенного человека удовлетворяют его эмоциональные потребности и выполняют желания, которые в мире действия не сбываются. Но они лишь бледные тени действительной жизни, и в глубине души он сознает, что в мире чувств иная шкала ценностей, не то писатель. Для него образы, свободные мысли, толпящиеся у него в мозгу, не руководство, а материал для действия. Они ничуть не менее ярки, чем ощущения. Его мечты для него так значительны, что туманным представляются уже чувственный мир, и писателю приходится усилием воли к нему тянуться. Его воздушные замки не бесплотные призраки, а настоящие замки, в которых он живет. Эгоизм писателя безграничен, так оно и должно быть, ведь он по природе солипсист, и мир существует лишь для того, чтобы служить объектом его творчества. Писатель не весь целиком участвует в жизни, и общечеловеческие чувства испытывает не всем своим существом, потому что он при любых обстоятельствах не только актер, но и наблюдатель, поэтому он часто кажется бессердечным. Женщины проницательны, они его остерегаются, их тянет к нему, но они инстинктивно чувствуют, что никогда не смогут до конца подчинить его себе, как им бы хотелось, какая-то часть его всегда от них ускользнет. Разве не рассказал нам Геты, великий любовник, как он сочинял стихи в объятиях любимой и музыкальными пальцами, тихонько отстукивал стопы своих гигзаметров на ее прелестные спинки. Жить с художником не сладко. Он может быть вполне искренен в своем чувстве, и все же в нем сидит кто-то другой, кто нет-нет, да и высмеет это чувство. Он ненадежен. Но боги, раздавая свои дары, никогда не обходятся без подвоха, и самая многоликость писателя, позволяющая ему, подобно богам, создавать людей, мешает ему достигать в создании их совершенной правды. Реализм понятие относительное. Писатель, какой он-нибудь реалист, фальсифицирует своих героев, когда пропускает их через свое восприятие. Он наделяет их большим самосознанием, делает более рассудочными и сложными, чем на самом деле. Он влезает в их шкуру, пытаясь изобразить их как обыкновенных людей, но это ему никогда до конца не удается. То самое, чем обусловлен его талант, благодаря чему он писатель, не дает ему понять, что такое обыкновенные люди. Он не достигает правды, а всего лишь транспонирует свою личность. И чем больше его талант, чем ярче выражена его индивидуальность, тем более фантастично нарисованная им картина жизни. порой мне кажется, что если потомство захочет узнать, что представлял собой сегодняшний мир, оно обратится не к тем писателям, чье своеобразие так импонирует современникам, а к писателям посредственным, чья заурядность позволила им описать свое окружение более достоверно. Я не буду их называть, поскольку люди, даже если им обеспечено признание будущих поколений, не любят, чтобы их зачисляли в посредственности. Но мне кажется бесспорным, что картина жизни в романах Энтони Троллопа представляется более правдивой, чем у Чарльза Диккенса. Временами писатель должен себя спрашивать, имеют ли его книги ценность для кого-нибудь, кроме него самого. И вопрос этот, пожалуй, тем более важен сейчас, когда мир стал ареной небывалых, так нам во всяком случае кажется, тревог и страданий. Для меня этот вопрос имеет особое значение, потому что я никогда не хотел быть только писателем. Я стремился к полноте жизни. Мне не давало покоя, что мой долг перед самим собой принимать хотя бы самое скромное участие в общественных делах. По характеру своему я бы рад был держаться от них как можно дальше, и даже в комитетах, организованных для проведения каких-нибудь общественных начинаний, я всегда заседал с великой неохотой. Я полагал, что всей жизни недостаточно, чтобы научиться хорошо писать, и жаль было тратить на другую работу время, столь нужное для достижения моей заветной цели. Мне никогда не удавалось внушить себе, что на свете есть важные дела и помимо литературы. И все-таки, когда миллионы людей на земле голодают, когда свобода на больших пространствах населенного мира гибнет или уже погибло, когда вслед за опустошительной войной потянулись годы, в течение которых счастье было недоступно большинству человечества, когда люди предаются отчаянию, потому что не видят смысла в жизни, а надежда, веками дававшая им силы, чтобы терпеть ее тяготы, обратилась пустой иллюзии, в такое время трудно не задуматься над тем, много ли проку в писании романов, рассказов и пьес. Я могу сказать на это одно. Некоторые из нас так созданы, что просто не способны ни на что иное. Мы пишем не потому, что нам так хочется. Мы пишем потому, что не можем иначе. Возможно, в мире есть и более неотложная работа, но мы, мы должны освобождать свою душу от бремени творчества. Мы играем на кефаре, пока Рим горит. Нас могут презирать за то, что мы не спешим на помощь с ведрами, но мы бессильны. Мы не умеем управляться с ведром, а кроме того, пожар захватывает нас как зрелище и рождает у нас в уме слова и фразы. Однако время от времени писатели занимались политикой. На их писаниях это отзывалось как нельзя более вредно. К тому же я не замечал, чтобы им удавалось существенно повлиять на ход событий. Единственное исключение, какое я могу припомнить, это Дизраэли. Но для него, скажем, прямо писательство было не самоцелью, а средством сделать политическую карьеру. В наш век специализации пирожнику, мне кажется, не следует точать сапоги. Узнав, что Драйден учился писать по-английски, внимательно читая Ти Лоцена, я тоже почитал этого автора и набрел на одно рассуждение, немного утешившее меня в этом смысле. Вот что писал Ти Лоцен. Мы должны радоваться, когда те, кто пригоден управлять страной, будучи к этому призваны, соглашаются возложить на себя это бремя. Более того, мы должны быть им глубоко признательны за то, что они согласны и что у них хватает терпения управлять и жить на виду. Посему надо считать большим счастьем для мира, что некоторые люди как бы рождены для этого и что привычка делает для них этот труд легким или по крайности выносимым. Преимущество, какое дает людям более благочестивая, уединенная и созерцательная жизнь, состоит в том, что их не отвлекает ничто постороннее. Ум их и привязанности сосредоточены на одном. Весь поток их привязанностей течет в одну сторону. Все их мысли и начинания направлены к единой великой цели, отчего и жизнь их с начала до конца остается цельной и последовательной в самой себе. В начале этой книги я предупредил читателя, что единственное, в чем я уверен твердо, это в том, что ни в чем больше я не уверен. Я пытался привести в порядок свои мысли о разных предметах и никого не просил соглашаться с моими мнениями. Перечитывая написанное, я во многих местах вычеркнул слово «по-моему». Часто его употребление показалось мне скучным, но мысленно его следует прибавлять к каждому из моих положений. И сейчас, подходя к последнему разделу книги, я должен еще раз повторить, что высказываю всего лишь свои личные взгляды. Возможно, что они поверхностны. Возможно, что кое в чем они противоречивы. Странно было бы, если бы совокупность мыслей, чувств и желаний, возникших в разное время из множества различных переживаний и окрашенных личностью одного человека обладала логической стройностью теоремы Эвклида. Когда я писал о драматургии и прозе, речь шла о том, что было мне знакомо по собственной практике, но теперь я перехожу к философским вопросам, и здесь у меня не больше специальных познаний, чем у любого человека, который годами жил деятельной и разнообразной жизнью. Жизнь тоже школа философии, но она напоминает один из тех современных детских садов, где дети предоставлены самим себе и занимаются только тем, что их интересует. Все, что непосредственно их не касается, в чем они не видят смысла, они оставляют без внимания. В психологических лабораториях крыс обучают находить дорогу в лабиринте, и после многих ошибок они выучиваются выбирать ту дорогу, которая ведет к пище. В тех вопросах, о которых я собираюсь говорить, я уподобляюсь в такой вот крысе, мечущейся по лабиринту, но я не уверен, что у этого лабиринта есть центр, где я найду то, что ищу. Я готов допустить, что все его дороги кончают с тупиком. К философии меня приобщил Куна Фишер, чьи лекции я слушал в Гейдельберге. В ту зиму он читал курс по Шопенгауэру. Аудитория всегда была переполнена, и чтобы занять хорошее место, приходилось задолго до начала становиться в очередь. Куна Фишер был плотный подтянутый человек с круглой головой, щеткой седых волос и красным лицом, на котором поблескивали маленькие необыкновенно живые глаза. У него был забавный курносый нос, словно расплющенный сильным ударом, и весь его облик напоминал не столько философа, сколько бывшего боксера. Он был остряк, написал даже книгу об истроумии, которую я в то время прочел, но начисто забыл. И на лекциях иногда отпускал шутки, вызывавшие дружный хохот аудитории. Он обладал мощным голосом и говорил живо, внушительно и интересно. По молодости лет и по невежеству я мало что понимал в его лекциях, но у меня осталось от них ясное представление об оригинальной личности Шопенгауэра и гораздо более смутное об эмоциональной силе и романтичности его системы. После стольких лет мне трудно утверждать что-либо с уверенностью, но мне кажется, что Куна Фишер трактовал ее скорее как произведение искусства, чем как серьезный вклад в философию. С тех пор я прочел очень много философских трудов. Это прекрасное чтение. В самом деле человеку, для которого чтение потребность и радость, не найти предмета более разнообразного, богатого и благодарного. Древняя Греция бесконечно увлекательна, но в этом отношении очень бедна. Приходит время, когда оказывается прочтенным все то немногое, что осталось от ее литературы и все более или менее значительное, что было о ней написано. Итальянское возрождение тоже очень интересно, но сравнительно узко. Идей, питавших его, не так уж много. Устаешь от его искусства, давно утерявшего свою творческую ценность и сохранившего только изящество, прелесть и стройность, качества быстро надоедающие. Устаешь от его людей, чья разносторонность слишком однообразна. Об итальянском возрождении можно читать без конца, но интерес иссякает, хотя материал еще и не исчерпан. Французская революция, вот предмет действительно достойной внимания, тем более, что значение ее вполне актуально. Она близка нам по времени, так что мы очень небольшим усилием воображения можем поставить себя на место людей, которые ее делали. Они для нас почти современники, их мысли и поступки влияют на нашу жизнь. В некотором роде все мы потомки французской революции. И материалы здесь хоть отбавляй. Документам, относящимся к французской революции, нет числа. Последнее слово о ней до сих пор не сказано. Всегда можно прочесть еще что-нибудь новое и интересное, но это не дает удовлетворения. Искусство и литература непосредственно ею порожденные ничтожны, так что обращаешься к людям, которые ее делали, а они, чем больше о них читаешь, тем больше поражают своей мелочностью и грубостью. Актеры, разыгравшие одну из величайших драм в мировой истории, были далеко не на высоте своих ролей. И в конце концов от всего этого отстраняешься чуть ли не с отвращением. Но философия та никогда не подведет. Исчерпать ее невозможно. Она многообразна, как человеческая душа. В ней есть величие, поскольку она занимается познанием мира в его целом. Она трактует о вселенной, о Боге и бессмертии, о свойствах человеческого разума, о цели и смысле жизни, о способностях человека и о пределе этих способностей. И если она не может ответить на вопросы, которые преследуют человека на его пути через темный и таинственный мир, то хотя бы убеждает его сносить свое невежество без ропота. Она учит смирению и вливает мужество. Она пленяет не только интеллект, но и воображение. И дилетанту, вероятно, много больше, чем профессионалу. Она дает пищу для размышлений и грез, которыми приятнее всего коротать часы досуга. После того, как я, вдохновленный лекциями Куна Фишера, стал читать Шопенгауэра, я прочел почти все важнейшие произведения великих философов классиков. Хотя многого я у них не понял, а я, возможно, понял еще меньше, чем мне казалось, читал я их с огромным интересом. Единственные, кого я всегда находил нудным, это Гегель. Вина тут, несомненно, моя, поскольку значительность его доказана тем огромным влиянием, какой он имел на философскую мысль XIX века. Но мне он казался ужасно скучным, и я не мог примириться с тем, как он, жонглируя понятиями, умудряется доказать любое положение. Может быть, меня заранее восстановила против него неприязнь, с какой отзывается о нем Шопенгауэр, но остальным, начиная с Платона, я одному за другим отдавался во власть с наслаждением, словно путешественник, открывающий неведомую страну. Я читал не критически, а так, как читал бы роман, чтобы испытать волнение и радость. Я уже сознался в том, что читаю романы не для пользы, а для удовольствия, да простят мне это читатели. Изучение характеров моя специальность, и мне доставили без удовольствия саморазоблачение столь различных авторов. За философской системой я всякий раз видел человека, и одни восхищали меня своим благородством, другие забавляли своей эксцентричностью. Я испытывал необычайный подъем, следуя за плотиным в его головокружительном полете от единого к единому, и хотя позднее я узнал, что Декарт сделал нелепые выводы из его вполне здравой предпосылки, ясность, с какой он выражает свои мысли, совершенно меня покорила. Читая его, точно плаваешь в озере, таком прозрачном, что видно дно. Кристальная эта вода удивительно освежает. Первое знакомство со спинозой я считаю одним из важнейших событий в моей жизни. Оно наполнило меня точно таким же чувством величия и ликующей силы, какое испытываешь при виде могучего горного хребта. А когда я дошел до английских философов, я подходил к ним с предубеждением, потому что в Германии мне внушали, что все они, кроме разве Юма, полные ничтожества, а значение Юма заключается лишь в том, что его изничтожил Кант. Кто обнаружил, что они не только философы, но еще и превосходные писатели? Пусть они невеликие мыслители, об этом я не берусь судить, но зато они бесспорно очень занятные люди. Едва ли кто-нибудь читая Левиафан Гоббса останется равнодушным к этому грубоватому прямолинейному Джону Буллю, и уж, конечно, всякий, читая разговоры Беркли, поддастся обаянию милейшего епископа. И хотя я верю, что Кант действительно стер Юма в порошок, писал Юм предельно изящным, культурным и ясным слогом. Все они, включая и Локко, писали по-английски замечательно. У них есть чему поучиться. Перед тем, как писать новый роман, я всегда перечитываю Кандида, чтобы потом бессознательно равняться по этому эталону ясности, грации и остроумия. Так современным английским философам, по-моему, не мешало бы перед тем, как браться за собственное сочинение, дисциплины ради прочитывать исследование человеческого разумения Юма. Ибо в наши дни философы не всегда блещут своим стилем. Возможно, мысли их настолько сложнее, чем у их предшественников, что они вынуждены пользоваться техническим словарем собственного изобретения, но это опасная затея. И когда они пишут о материях, насущно важных для всех мыслящих людей, можно только пожалеть, что они не умеют выражаться так, чтобы быть понятными своим читателям. Мне говорили, что из всех, кто сейчас занимается философией, самый интересный мыслитель профессор Уайтхед. Если это так, тем более обидно, что он не всегда дает себе труд выражаться ясно. У Спинозы было хорошее правило обозначать природу вещей такими словами, привычное значение которых не обратно тому, какой он желал им предать. Ничто не мешает философу быть также и литератором. Но хорошо писать может не каждый. Это искусство, которое дается усердным трудом. Философ обращается не только к другим философам и к студентам, которые читают его, чтобы сдать экзамен. Он обращается также к литераторам, к политическим деятелям и к мыслящим людям, которые непосредственно формируют сознание молодого поколения. А их, естественно, привлекает философия яркая и не слишком трудная для восприятия. Все мы знаем, каким влиянием пользуется в некоторых странах учение Ницше. И мало кто не согласится с тем, что влияние это самое пагубное. А распространилось оно не потому, что учение Ницше содержит особенно глубокие мысли, а потому, что изложено оно в яркой эффектной форме. Философ, не заботящийся о том, чтобы выражаться ясно, показывает, что он придает своим мыслям лишь чисто академическое значение. Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и профессиональные философы не понимают друг друга. Брэдли нередко признается, что не может уразуметь доводов своего противника в споре, а профессор Уайтхэт в одном месте говорит, что какое-то положение того же Брэдли выше его понимания. Если уж видные философы не всегда могут понять друг друга, то простому смертному это и подавно не под силу. Разумеется, философия трудна, иначе и быть не может. Дилетант, знакомясь с ней, идет по канату без балансира и должен благодарить судьбу, если не свалится. Но рискнуть стоит. Очень уж интересно проделывать этот номер. Меня сильно смущало выдвигаемое время от времени положение, будто философия недоступна без знания высшей математики. Мне не верилось, что если познание, как то следует из теории эволюции, развивалось для практических целей в процессе борьбы за существование, то сумма человеческих знаний, нечто необходимое для благополучия всего человечества, может быть доступна лишь кучке людей, наделенных весьма редким складом ума. И все же я, может быть, отказался бы от столь приятного мне изучения философских трудов, если бы на счастье мне не попалось упоминание Брэдли, что он очень слабо знаком с этой головоломной наукой. А Брэдли немалая философская величина. Мы знаем, что чувство вкуса у разных людей различное. Но без него люди не могли бы жить. Мнение, будто только у специалиста по физической математике может быть разумная теория о вселенной и месте, которая занимает в ней человек, о тайне зла и смысле жизни, представляется мне таким же абсурдом, как утверждение, что нельзя наслаждаться бутылкой вина, не обладая умением дегустатора безошибочно определить год розлива 20 сортов Рейнвейна. Ведь философские проблемы касаются не только философов и математиков. Они касаются всех нас. Правда, большинство из нас довольствуется мнениями по этим вопросам, полученными из вторых рук, а то и вовсе считают, что у них по этому поводу нет никаких мнений. Но они есть у всех, пусть и неосознанные. Человек, первым сказавший, снявший голову «по волосам не плачут», был по-своему философом. Ведь он просто хотел выразить мысль, что сожаления бесполезны. А это уже подразумевает философскую систему. Детерминист считает, что всякий ваш поступок обусловлен тем, что вы собой в данную минуту представляете. А вы это не только ваши мышцы, нервы, внутренности и мозг, это также ваши привычки, мнения, идеи. Пусть они вами неосознанны, пусть они противоречивы, неразумны и пристрастны, все же они существуют и влияют на ваши поступки и реакции. Даже если вы никогда их не облекали в слова, все равно в них ваша философия. О том, что в большинстве случаев она остается несформулированной, жалеть не приходится. У большинства людей есть не мысли или, во всяком случае, неосознанные мысли, а скорее смутные ощущения, подобные мышечному чувству, недавно открытому физиологами, впитанное ими из общества, в котором они живут, и слегка видоизмененное их собственным опытом. Они живут упорядоченные жизнью, и этого набора неясных мыслей и чувств им вполне достаточно. Поскольку в него отчасти входит мудрость веков, его хватает для повседневной жизни. Но мне-то хотелось во всем этом разобраться, и я с юных лет пытался осознать, с чем имею дело. Мне хотелось узнать все, что можно о строении Вселенной. Хотелось решить, принимать ли в расчет только земную жизнь, или изогробную тоже. Хотелось выяснить, свободна ли моя воля, или мое ощущение, что я могу по желанию изменить себя, пустая иллюзия. Хотелось узнать, есть ли в жизни какой-нибудь смысл, или я сам должен наделить ее смыслом. И я стал читать подряд все, что имело отношение к этим вопросам. В первую очередь меня интересовала религия. Мне представлялось чрезвычайно важным решить, только ли с этим миром, в котором я живу, мне следует считаться, или я должен смотреть на него лишь как на юдоль страданий, где мы готовимся к вечной жизни за гробом. В романе о человеческом рабстве есть глава о том, как мой герой утерял веру, в которой был воспитан. В рукописи эту книгу читала одна очень умная женщина, в ту пору дарившая меня своим вниманием. Она сказала, что эта глава сделана плохо. Я переписал ее, но едва ли существенно улучшил. Дело в том, что в ней описаны мои собственные переживания, а я, разумеется, пришел к своему выводу на основании очень и очень шатких рассуждений. То были рассуждения невежественного юнца. Они шли не столько от разума, сколько от сердца. Когда родители мои умерли, меня взял к себе дядя, священник. Это был бездетный человек лет пятидесяти, и ему, я уверен, было нелегко взвалить на себя заботу о маленьком мальчике. Утром и вечером он читал молитвы, а каждое воскресенье мы два раза ходили в церковь. Воскресенье было самым занятным днем. Дядя мой любил говорить, что он единственный человек в приходе, который трудится семь дней в неделю. На самом деле он был невероятно ленив и всю работу по приходу припоручал своему помощнику и церковным старостам. Но я был впечатлителен и скоро стал очень религиозным. Я без тени сомнения принимал все, чему меня учили сперва в доме у дяди, а затем в школе. Был тут один пункт, который касался меня лично. Едва я поступил в школу, как на смешки товарищей и жгучее чувство стыда открыли мне глаза на то, какое страшное несчастье, что я заикаюсь. А в Библии я читал, что вера движет горами. Дядя внушал мне, что это надо понимать буквально. И вот однажды вечером, накануне возвращения в школу, я от всей души помолился о том, чтобы Бог избавил меня от заикания. Вера моя была велика, я спокойно уснул, не сомневаясь, что наутро смогу говорить, как все люди. Я уже представлял себе, как удивятся мальчики, я был тогда еще в начальной школе, когда увидят, что я перестал заикаться. Я проснулся радостный, бодрый, и для меня было настоящим жестоким ударом, когда оказалось, что я заикаюсь по-прежнему. Я подрос, перешел в королевскую школу. Учителями там были священники, люди неумные и невыдержанные. Заикание мое их раздражало, и они либо старались не замечать меня, это было меньше из зол, либо грубо ругали. Вероятно, им казалось, что я заикаюсь нарочно. Со временем я понял, что дядя мой эгоист и заботится только о себе. К нему наезжали священники из соседних приходов. Одного из них суд графства приговорил к штрафу за то, что он морил голодом своих коров. Другого уволили за пьянство. Меня учили, что все мы ходим под Богом и что первый долг человека заботится о спасении души. Я видел, что ни один из этих священников не делает того, к чему призывает в своих проповедях. Как ни горяча была моя вера, мне до смерти надоело ходить в церковь сначала дома, потом в школе и уехав в Германию, я был страшно рад, что никто меня больше к этому не принуждает. Правда, из любопытства я раза два побывал на Мессе в Гейдельбергской иезуитской церкви. Дядя мой, хотя и сочувствовал католикам, он принадлежал к высокой церкви и во время выборов на заборе его сада появлялась надпись «Прямая дорога в Рим». Не сомневался, что они будут жариться в аду. Он свято верил в вечные муки. Он ненавидел диссидентов, живших в его приходе и поражался, как их терпит правительство. Утешался он тем, что они тоже попадут в ад. Что касается рая, то он был резервирован для тех, кто принадлежал к англиканской церкви. Я почитал великой милостью Божией, что был воспитан в этом вероисповедании. Это было такой же удачей, как родиться англичанином. Но, приехав в Германию, я обнаружил, что немцы также гордятся тем, что они немцы, как я тем, что я англичанин. Я услышал от них, что англичане не понимают музыки и что Шекспира по-настоящему ценят только в Германии. Они называли англичан нацией лавочников и ни минуты не сомневались в том, что английские художники, ученые и философы в подметки не годятся немецким. Это меня потрясло. А тут еще на мессе в Гейдельберге я был вынужден признать, что студенты, которых в церкви было битком набито, молятся очень истово. Впору было подумать, что они верят в свою религию так же искренне, как я в свою. Это было очень странно. Я ведь знал, что их вера ложная, а моя истинная. Вероятно, я от природы не был наделен особенно сильным религиозным чувством, а может быть, меня при юношеской моей нетерпимости так поразило расхождение между словом и делом у знакомых мне священников, что я уже был склонен к сомнению, иначе едва-либо пустяшная мысль, которая пришла мне тогда в голову, могла бы иметь столь важные для меня последствия. А пришло мне в голову, что я вполне мог родиться на юге Германии, и тогда, безусловно, был бы воспитан в католической вере. Мне показалось очень обидным, что в этом случае я без всякой своей вины был бы осужден на вечные муки. В простоте своей я возмутился такой несправедливостью. Следующий шаг был нетруден. Значит, решил я, совершенно все равно во что бы не верить. Не может Бог покарать человека только за то, что он испанец или гатентот. На этом я мог бы успокоиться, и, зная я побольше, мог бы прийти к какой-то форме деизма, вроде той, что исповедовали в XVIII веке. Но верования, внушенные мне с детства, крепко переплелись друг с другом, и когда одно из них стало казаться нелепым, остальные разделили его участь. Все жуткое сооружение, основанное не на любви к Богу, а на страхе перед адом рассыпалось, как карточный домик. Разумом я, во всяком случае, перестал верить в Бога. Я упивался только что обретенной свободой. Но верим мы не только разумом. В каких-то тайниках моего существа еще гнездился страх перед гиенной огненной, и еще долго тень этого древнего ужаса омрачала мои восторги. Я больше не верил в Бога, но в глубине души все еще верил в черта. От этого-то страха я и искал избавления в новом мире, которые открыли мне занятия медициной. Я очень много читал. Я узнал из книг, что человек – машина, подвластная механическим законам, и когда машина отказывает, человеку конец. В больнице я видел, как люди умирают, и мои растревожные чувства подтверждали то, чему учили меня книги. Теперь я полагал, что религия и идея Бога были постепенно выработаны человечеством для удобства жизни и представляют собой нечто, когда-то имевшее, а может быть и поныне сохранившее ценность для выживания рода, но что объяснять их нужно исторически, и ничему реальному они не соответствуют. Я называл себя агностиком, однако в глубине души считал, что Бог – это гипотеза, которую разумный человек должен отвергнуть. Но если нет Бога, который мог бы осудить меня гореть на вечном огне, и нет души, которую он мог бы на это осудить, если я – слепое орудие механических сил и движет мною только борьба за жизнь, значит, добро в том понимании его, какое мне внушали, не имеет смысла. Я стал читать книги по этике. Я добросовестно продирался сквозь сотни страниц. Я пришел к выводу, что человек не стремится ни к чему, кроме собственного удовольствия, даже когда жертвует собой для других, хоть он и тешит себя иллюзией, что тут им руководят более благородные побуждения. А поскольку будущее неизвестно, глупо отказываться от наслаждений, которые предлагает настоящее. Я решил, что «хорошо» и «дурно» – пустые слова, а правило поведения – условность, выдуманная людьми в эгоистических целях. Свободный человек должен следовать им лишь постольку, поскольку это для него удобно. В то время я тяготел к афоризмам, к тому же они были в моде, и вот я выдумал для себя такую заповедь – следуя своим склонностям с должной оглядкой на ближайшего полисмена. В 24 года я уже построил собственную философскую систему. Она зиждилась на двух принципах – относительность вещей и периферичность человека. Первый из этих принципов, как я впоследствии узнал, не был оригинальным открытием. Второй, возможно, и отличался глубиной, но сколько я не ломал голову, я хоть убей, не могу вспомнить, что он должен был означать. Когда-то я прочел коротенькую легенду, которая мне очень понравилась. Ее можно найти в одном из томов «Литературной жизни» Анатолия Франца. Дело было давно, но вот как она мне запомнилась. Молодой царь, некой восточной страны, желая справедливо управлять своим царством, сразу же по восшествии на престол, послал за мудрецами и повелел им собрать всю мудрость мира, записанную в книгах, и доставить ему, дабы он мог их прочесть и узнать, как должно жить. Мудрецы отправились в путь и через 30 лет вернулись с караваном верблюдов, нагруженных пятью тысячами книг. Вот здесь, сказали они, собрано все, что умные люди узнали об истории человека и его судьбе. Но царь был поглощен государственными делами и не мог прочесть столько книг, поэтому он приказал мудрецам уместить все эти знания в меньшее количество томов. Через 15 лет они вернулись, и теперь их верблюды везли уже только 500 томов. В этих трудах, сказали они царю, ты найдешь всю премудрость мира. Но книг все еще было слишком много, и царь опять отослал мудрецов. Прошло 10 лет, они возвратились и привезли царю всего 50 книг. Но царь состарился и устал. Теперь ему некогда было прочесть и это, и он повелел мудрецам еще постараться и в одном единственном томе дать ему суть человеческих знаний, чтобы он мог наконец узнать то, что было для него так важно. Они ушли, взялись за работу и через пять лет вернулись. Древними старцами они в последний раз пришли к царю и вручили ему плод своих трудов, но царь был уже при смерти и не успел прочесть даже ту единственную книгу, которую они ему принесли. Вот такую книгу искал и я. Книгу, которая дала бы ясный ответ на все смущавшие меня вопросы, так чтобы я раз и навсегда все это уладив, мог без помехи выполнять свою жизненную программу. Я читал и читал. От классиков я перешел к современным философам, полагая, что может быть у них найду то, что мне нужно. Однако все они говорили разное. Критическая часть их трудов казалась мне убедительной, но чуть дело доходило до части позитивной. Я, хоть и не всегда понимал, в чем ее изъян, чувствовал, что не могу с ней согласиться. У меня создавалось впечатление, что философы, независимо от их учености, их логики и сложных классификаций, держатся тех или иных взглядов не потому, что так им подсказывает разум, а потому, что эти взгляды вытекают из их темперамента. Ничем другим я не мог объяснить глубоких расхождений между их системами. Когда я где-то прочел, что по мнению фихты, философские воззрения человека зависят от того, что он за человек, мне пришло в голову, что поиски мои, пожалуй, обречены на неудачу. И тут я подумал, что раз в философии нет универсальной правды, приемлемой для всех, а только разные правды для разных людей, мне надлежит сузить круг моих поисков и искать такого философа, чья система мне подошла бы, потому, что мы с ним люди одного порядка. Уж его-то ответы на мои недоуменные вопросы наверняка меня удовлетворят, поскольку они будут соответствовать моей индивидуальности. Одно время мне очень нравились прагматисты. Перед тем я сильно разочаровался в философских сочинениях, принадлежащих Перу профессоров знаменитых английских университетов. На мой взгляд, такие безупречные джентльмены не могли быть очень хорошими философами и невольно рождалось подозрение, не потому ли они порой не доводили своих рассуждений до логического конца, что боялись обидеть коллег, с которыми поддерживали знакомство. В прагматистах чувствовалась сила. Они были очень живые, виднейшие из них писали отличным языком, и они умели придать видимость простоты тем проблемам, над которыми я безуспешно бился, но при всем желании я не мог заставить себя поверить их утверждению, будто истина изготовляется самим человеком, сообразно с его выгодой. Показания органов чувств я считал чем-то данным, что нужно принять, невзирая на то, удобно это нам или нет. Не устраивал меня и другой их тезис, что Бог существует, если нам хочется в это верить. Мой интерес к прагматистам постепенно угас. Бергсона я читал с удовольствием, но убедил он меня меньше, чем кто бы то ни было. У Венедетте Кротче я тоже не нашел ничего себе по вкусу. Зато в Бертране Расселе я открыл писателя чрезвычайно для меня ценного. Понимать его нетрудно, язык у него хороший. Я читал его с восхищением. Я готов был взять его себе в проводники. Он был наделен житейской мудростью и здравым смыслом. Он терпимо относился к человеческим слабостям. Но затем я обнаружил, что проводник мой не твердо знает дорогу. У него беспокойный ум. Он подобен архитектору, который, взявшись строить вам дом и убедив вас строить его из кирпича, затем приводит доводы за то, чтобы строить из камня, но не успели вы на это согласиться, как у него находятся ничуть не худшие доводы в пользу железобетона. А у вас тем временем нет крыши над головой. Я искал философскую систему, такую же стройную и завершенную, как у Брэдли, чтобы все части ее зависели друг от друга и ничего нельзя было изменить, не разрушив всего в целом. А этого Бертран Рассел не мог мне дать. Наконец, я пришел к заключению, что никогда не найду той единственной вполне меня удовлетворяющей книги, которую ищу. Не найду по той причине, что такой книгой может быть только некое выражение меня самого. И тогда, проявив больше смелости, нежели скромности, я решил, что должен написать ее сам. Я выяснил, какие книги полагается знать студентам для экзамена по философии и внимательно их проштудировал, полагая, что создаю таким образом основу для собственной работы. Мне казалось, что это, а также знание жизни, приобретенное в результате сорокалетнего опыта, к тому времени мне уже стукнуло сорок, и прилежное изучение философской литературы, которому я готов был посвятить несколько лет, позволит мне в конце концов написать задуманную книгу. Я прекрасно понимал, что настоящую ценность она будет иметь только для меня самого, других же, если и заинтересует, то лишь как изображение души, лучшего слова не подберу, мыслящего человека, прожившего более насыщенную и разнообразную жизнь, чем обычно выпадает на долю профессиональным философам. Я знал, что не способен к самостоятельному философскому мышлению. Я хотел позаимствовать из разных источников теории, удовлетворяющие не только мой разум, но, и это мне казалось важнее, всю совокупность моих чувств, инстинктов и предрассудков, предрассудков столь глубоко укоренившихся, что их трудно отличить от инстинктов, а затем свести эти теории в систему, которую я считал бы для себя действенной и которой мог бы руководствоваться в жизни. Но чем больше я читал, тем запутаннее казался мне предмет, и тем больше я осознавал свое невежество. Особенно обескураживали меня философские журналы, где подробно обсуждались вопросы, очевидно весьма важные, но мне, по неведению моему, напоминавшие содержимое выеденного яйца. И самый подход к этим вопросам, сложный логический аппарат, тщательность, с какой доказывался каждый пункт и отметались возможные возражения, термины, которым авторы, вводя их впервые, давали свои определения, авторитеты, на которые они ссылались, все это убедило меня в том, что философия, по крайней мере в наше время, это дело, в котором, дай бог, разобраться специалистом, а постороннему нечего и надеяться постичь ее тонкости. Чтобы подготовиться к работе над своей книгой, мне понадобилось бы 20 лет, а к тому времени я, как царь из сказки Анатолия Франца, уже будучи его доброго, лежать на смертном одре, и весь мой труд окажется напрасным, во всяком случае, для меня. Я отказался от своей затеи. Все, что от нее осталось, это разрозненные заметки, следующие ниже. Я не претендую на оригинальность мыслей или хотя бы слов, в которые эти мысли обличены. Я, как бродяга, напяливший на себя штаны, подаренные сердобольной фермершей, пиджак с огородного пугала, два непарных башмака из мусорной кучи и шляпу, подобранную на дороге. Все это сбору да с сосенки, но бродяге удобно, и неприглядная эта одежда вполне его устраивает. Повстречав джентльмена в элегантном синем костюме, новой шляпе и начищенных полуботинках, он скажет, ну и франт, но тут же подумает, что сам он в таком аккуратном и приличном наряде чувствовал бы себя, пожалуй, не так свободно, как в своих лохмотьях. Читая Канта, я вынужден был отказаться от материализма, которым так упивался в молодости, и от физиологического детерминизма, ему сопутствующего. В то время я не был знаком с возражениями, опрокидывающими систему Канта, и учение его доставляло мне большое эмоциональное удовольствие. Мне нравилось размышлять о непознаваемой вещи в себе. Я вполне довольствовался миром, который человек строит из своих представлений. Это давало мне приятное чувство освобождения. Правда, я бунтовал против указания Канта, что действовать следует так, чтобы ваши действия стали всеобщим правилом. Это казалось мне неразумным. Очень уж крепко я был убежден в разнообразии человеческой природы. На мой взгляд, то, что правильно для одного, вполне может быть неправильно для другого. Сам я, например, больше всего хотел, чтобы меня оставили в покое, но я обнаруживал, что это редкий случай. Другие люди, если я оставлял их в покое, считали меня неотзывчивым, равнодушным эгоистом. Однако нельзя сколько-нибудь долго изучать философов-идеалистов и не столкнуться с эллипсизмом. Идеализм всегда находится где-то на волоске от него. Философы от него шарахаются, как вспугнутые серны, но собственные рассуждения возвращают их к нему снова, и, насколько я понимаю, они избегают его лишь потому, что не доводят своих рассуждений до конца. Эллипсизм – теория, которая не может не соблазнять писателя. Она подтверждает то, что он практикует. В ней есть бесконечно привлекательная законченность и изящество. Поскольку я не могу предположить, что все читающие эту книгу знакомы с великим множеством существующих философских систем, да не посетует на меня осведомленный читатель, если я в двух словах объясню, что такое солипсизм. Солипсист верит только в себя и в собственный опыт. Он создает мир, как арену своей деятельности, и мир, созданный им, состоит из него самого, его мыслей и чувств. За пределами этого нет ничего. Все познаваемое, весь наш опыт, лишь идея в его сознании, и без его сознания не существует. Он не может, да ему и не нужно, постулировать что-либо, кроме самого себя, ибо для него сон и реальность одно. Жизнь это сон, в котором он создает предметы, возникающие перед ним, сон связанный и последовательный, а когда он просыпается, весь мир с его красотой, с его страданиями и горем и невероятным разнообразием перестает существовать. Это прелестная теория, у нее есть только один изъян, в нее невозможно поверить. Когда я носился с мыслью о своей книге, я решил начать с самого начала и занялся эпистемологией. Ни одна из рассмотренных мною теорий меня не удовлетворила. Мне казалось, что обыкновенный человек, которого философ, кстати сказать, презирает, если только его взгляды не совпадают со взглядами самого философа, в каковом случае они оказываются весьма ценными. Не способный судить о сравнительной ценности этих теорий, вправе выбрать ту, которая ему больше по вкусу. Мне лично, если уж на то пошло, кажется вполне достоверной теория, гласящая, что люди не могут быть уверены ни в чем, кроме некоторых основ, которые они называют данностью, и существование других сознаний, которые они выводят логически. Все остальное вымысел, продукт их сознания, нечто, созданное ими для удобства жизни. В процессе эволюции, будучи вынуждены приспособляться к постоянно меняющейся среде, они составили некую картину из кусочков, собранных тут и там, потому что они годились для их целей. Это известный им мир явлений. Действительность всего-навсего гипотеза, которую они выдвигают в качестве причины возникновения этого мира. Они могли бы собрать и другие кусочки и сложить из них другую картину, и этот другой мир был бы не менее закономерным и истинным, чем тот, который мы, как нам кажется, знаем. Трудно было бы убедить писателя, что между телом и сознанием нет самого взаимодействия. Флабер, у которого появились симптомы мышьячного отравления, когда он писал о самоубийстве Эммы Бавари, это лишь особенно яркий пример того, что по опыту знакомо всем писателям. У кого из них во время работы над романом не бывало озноба и лихорадки, болей и тошноты и обратно? Они отлично знают, каким болезненным физическим состоянием обязаны иногда самыми удачными своими находками. А зная, что многие из их самых глубоких эмоций, многие мысли, казалось бы, неспосланные им прямо с неба, обусловлены сидячим образом жизни или расстройством печени, они, скорее всего, относятся к своим духовным переживаниям с некоторой долей иронии. И это хорошо, потому что дает им возможность держать эти переживания в узде и распоряжаться ими. Для себя я из всех теорий об отношении духа к материи, предложенных философами на рассмотрение простым смертным, выбрал концепцию спинозы, согласно которой вещь мыслящая и вещь протяженная одно. Только в наше время это, конечно, удобнее называть энергией. Бертран Рассел, если я правильно его понял, выражает на современном языке очень сходную мысль, когда говорит о чем-то нейтральном, что служит сырьем и для духовного, и для физического мира. Стараясь представить себе это в зримых образах, я вижу дух, как реку, пробивающую себе путь сквозь джунгли материи. Но река есть джунгли, и джунгли есть река, потому что река и джунгли одно. Не исключено, что биологам когда-нибудь удастся создать жизнь лабораторным путем, и тогда мы, возможно, узнаем кое-что новое касательно этих вопросов. Но обыкновенный человек подходит к философии практически. Он хочет узнать, в чем ценность жизни, как ему жить, и какой смысл можно усмотреть во вселенной. Отказываясь хотя бы ориентировочно ответить на эти вопросы, философы отлынивают от своих обязанностей. Одна из самых жгучих проблем, стоящих перед обыкновенным человеком, это проблема зла. Любопытно, что философы, рассуждая о зле, так часто берут в качестве примера зубную боль. Они справедливо указывают, что вы не можете почувствовать мою зубную боль. Так и кажется, будто никаких других страданий они в своей обеспеченной кабинетной жизни не испытывали. И даже напрашивается вывод, что с дальнейшим развитием американской одентологии всю проблему зла можно будет считать решенной. Я часто думал, что прежде, нежели удостаивать философов ученой степени, позволяющей им делиться своей мудростью с молодежью, не мешало бы требовать, чтобы они с годик поработали по социальному обеспечению в трущобах какого-нибудь большого города или попробовали прокормиться физическим трудом. Доведись ему видеть, как ребенок умирает от менингита, они на многие свои проблемы стали бы смотреть по-другому. Не будь этот вопрос таким животрепещущим, право же невозможно было бы читать без смеха главу о зле в видимости и действительности. Джентльменский тон ее просто потрясает. У вас создается впечатление, что придавать большое значение злу это признак невоспитанности и хотя отрицать его существование нельзя, но и поднимать вокруг него шум не следует. К тому же его сильно преувеличивают и совершенно ясно, что в нем есть немало хорошего. По мнению Брэдли страданий в мире в сущности нет. Абсолют тем богаче, чем больше диссонансов и различий он в себя включает. Точно так же доказывает он, как в машине сопротивления и давления частей служат цели, которая стоит вне этих частей, так же на неизмеримо более высоком уровне обстоит дело с Абсолютом. А раз это возможно, это без всякого сомнения и реально. Зло и грех служат более широкому замыслу и в нем находят свое оправдание. Они участвуют в высшем добре и в этом смысле они сами добро. Короче говоря, зло это обман чувств и ничего более. Я пробовал выяснить, что могут сказать по этому поводу философы других направлений. Оказалось, не очень много. Возможно, что тут многого и не скажешь, а философы, естественно, предпочитают такие предметы, о которых можно поговорить в волю. Но и то немногое, что они сказали, отнюдь меня не удовлетворяет. Может быть, перенесенные невзгоды благотворно действуют на нас. Наблюдения, как правило, не подтверждают этого. Может быть, мужество и жалость превосходные чувства, а их бы не было, не будь в мире опасностей и страданий. Но не совсем понятно, каким образом крест Виктории, полученный в награду солдатам, который с риском для жизни спас ослепшего товарища, возместит этому последнему потерю зрения. Подавать милостыню значит выказывать милосердие, а милосердие добродетель, но разве этим добром искупается такое зло, как голодающий калека, ради которого и было проявлено милосердие? Зло вокруг нас повсюду, боль и болезни, смерть дорогих нам людей, преступления, грехи, разбитые надежды, всего не перечесть. И как же объясняют это философы? Одни говорят, что зло логически необходимо для познания добра. Другие говорят, что самая природа мира предполагает борьбу между добром и злом, и что они метафизически необходимы друг для друга. А как объясняют это богословы? Одни говорят, что Бог ставит на нашем пути невзгоды, чтобы укрепить наш дух. Другие говорят, что Он посылает их нам в наказание за грехи. Но я видел, как дети умирают от менингита. Я нашел только одно объяснение, которое говорит что-то как воображению, так и чувству. Это доктрина о переселении душ. Как известно, она исходит из того, что жизнь не начинается при рождении и не кончается со смертью, но есть лишь звено в длинной цепи жизней, каждая из которых определена поступками, совершенными в предыдущих существованиях. Добрые дела могут вознести человека до небесных высот, злые дела могут низвергнуть его в адскую бездну. Все жизни имеют конец, даже жизнь богов, и счастье нужно искать в избавлении от цикла рождений, а покоя в неизменном состоянии, называемом нирвана. Сносить жизненные невзгоды было бы не так трудно, если верить, что они лишь необходимы следствия твоих грехов, совершенных в предшествующем существовании, и стремиться к совершенству тоже было бы легче, будь у нас надежда, что в другом существовании нам явится наградой более полное счастье. Но если свои горести мы ощущаем сильнее, чем чужие, как говорят философы, я не могу почувствовать вашу зубную боль, то возмущение в нас вызывают именно чужие горести. Свои несчастья можно научиться принимать безропота, но спокойно взирать на чужие несчастья, которые так часто кажутся незаслуженными. На это способны только философы, одержимые совершенством абсолюта. Будь карма правдой, мы могли бы сострадать чужому горю, но переносить его стойко. Отпала бы нужда в переключении чувств, и уже не было бы речи о бессмысленности страдания, которая до сих пор оставалась неопровергнутым аргументом пессимистов. Я могу лишь сожалеть, что поверить в это учение для меня так же невозможно, как и в солипсизм, о котором я говорил выше. Но я еще не покончил с проблемой зла. Она приобретает особое значение, когда спрашиваешь себя, есть ли Бог, а если есть, то каким нужно его себе представлять. Одно время я, как и все, увлекался астрономией. Меня привела в трепет огромность расстояния между звездами и время, потребное для того, чтобы их свет достиг Земли. Меня потрясла невообразимая протяженность туманностей. Если я правильно понял то, что прочел, следует предположить, что вначале космические силы притяжения и отталкивания были равны, так что Вселенная, неисчислимые века, пребывала в состоянии полного равновесия. Затем в какой-то момент равновесие это было нарушено, и Вселенная, споткнувшись, породила ту Вселенную, о которой говорит нам астрономия, и маленькую, известную нам Землю. Но что вызвало первоначальный творческий акт, и что нарушило равновесие? Выходило, что мне не обойтись без концепции Творца, а кто мог сотворить эту огромную необозримую Вселенную, как не существо всемогущее? Однако зло, которым полон мир, подсказывает нам вывод, что это существо не может быть всемогущим и всеблагим. Бога всемогущего мы вправе упрекнуть за зло этого мира, и смешно было бы взирать на него с восхищением или поклоняться ему. Но ум и сердце восстают против концепции Бога невсеблагого. В таком случае мы вынуждены предположить, что Бог не всемогущий. Такой Бог не содержит в себе объяснения своего существования и существования созданной им Вселенной. Читая документы, на которых основаны важнейшие религии всего мира, с интересом отмечаешь, сколько в них привнесли последующие века. Изложенные в них учения, преподанные ими пример, привели к созданию идеала более возвышенного, чем они сами. Большинство из нас конфузится, когда нам говорят комплименты. Странно, что верующие воображают, будто Богу приятно выслушивать комплименты, которые они раболепно ему расточают. В молодости у меня был друг, пожилой человек, часто приглашавший меня к себе погостить. Он был религиозен и по утрам собирал своих домочадцев и читал молитвы. Но в его молитвеннике были вычеркнуты карандашом все фразы, где восхваляется Бог. Он говорил, что нет ничего вульгарнее, чем хвалить человека в лицо и, будучи джентльменом, не допускает, чтобы это могло нравиться Богу, ведь он как-никак тоже джентльмен. В то время это казалось мне чудачеством. Сейчас я считаю, что мой друг был очень неглуп. Люди страстны, люди слабы, люди глупы, люди жалки. Обрушивать на них нечто столь грандиозное, как Божий гнев, представляется мне в высшей степени бессмысленным. Прощать людям их грехи не так уж трудно. Стоит поставить себя на их место и почти всегда можно понять, что толкнуло их на тот или другой недозволенный поступок, а значит и найти для них оправдание. Когда зло причиняют тебе, в первую минуту инстинктивно возмущаешься и готов дать сдачи. В том, что касается тебя самого, нелегко быть объективным. Но успокоившись и немного подумав, вполне можно взглянуть на ситуацию как бы со стороны. И если попрактиковаться, оказывается, что зло, причиненное тебе, так же легко прощать, как если оно причинено другим. Гораздо труднее прощать людям зло, которое мы сами им причинили. Вот это действительно требует большой силы духа. Каждый художник хочет, чтобы в него верили, однако он не сердится на тех, в ком не находит отклика. Бог не настолько благоразумен. Он так нийство требует, чтобы в него верили, будто без вашей веры не будет убежден в собственном существовании. Он обещает награды тем, кто в него верует, а тем, кто не верует, грозит страшными карами. Я лично не могу поверить в Бога, который на меня сердится за то, что я в него не верю. Я не могу поверить в Бога, у которого нет ни чувства юмора, ни здравого смысла. Еще очень давно Плутарх выразил все это в коротких словах. Он писал, «Пусть лучше обо мне говорят, что Плутарха нет и никогда не было, нежели утверждают, что Плутарх – человек непоследовательный, непостоянный, вспыльчивый, способный мстить по малейшему поводу и обижаться по пустякам». Но хотя люди приписывают Богу недостатки, которых сами стыдились бы, это еще не доказывает, что Бога нет. Это доказывает только, что религии, принятые людьми, всего лишь просеки, теряющиеся в непроходимой чаще, и ни одна из них не ведет к сердцу великой тайны. В пользу существования Бога приводилось много доказательств, и я позволю себе вкратце их перечислить. Одно из них гласит, что у человека есть представление о каком-то совершенном существе, а поскольку совершенство включает существование, значит, совершенное существо существует. Согласно другому доказательству, все сущее имеет причину, а поскольку Вселенная существует, значит, она имеет причину, и эта причина – творец. Третье – доказательство от намерения, которое Кант считал самым ясным, самым старым и самым удобным для человеческого разума. Ниже следующим образом сформулировано одним из участников знаменитых диалогов Юма. Порядок и устройство природы, любопытное сочетание конечных причин, простое действие и назначение каждой части и органа – все это ясным языком свидетельствует о разумной причине или создателе. Но Кант убедительно показал, что это доказательство так же легко опровергнуть, как и оба предыдущих. Вместо них он предлагает свое собственное, которое сводится к следующему. Без Бога нет уверенности в том, что чувство долга, подразумевающее свободное и реальное я, не есть иллюзия, а значит, с моральной точки зрения, верить в Бога необходимо. Считается, что этот аргумент говорит скорее о врожденной добросовестности Канта, чем о тонкости его ума. То доказательство, которое мне самому кажется наиболее убедительным, сейчас не в фаворе. Оно известно как доказательство «e consensu gentium» от общего мнения народов, латынь. Оно гласит, что какая-то вера в Бога была присуща людям во все времена, а трудно предположить, чтобы вера, которая родилась и росла вместе с человечеством, которую принимали умнейшие из людей, мудрецы Востока, философы Древней Греции, великие схоласты, не имела оснований в действительности. Многие считают ее инстинктивной, а можно предположить, только предположить, ибо это отнюдь не доказано, что инстинкт существует лишь тогда, когда есть возможность его удовлетворения. Опыт показал, что распространенность того или иного верования, как бы долго его не придерживались, еще не доказывает его истинности. И выходит, что ни одно из доказательств существования Бога не выдерживает критики. Но если нельзя доказать, что Бог есть, это еще не доказывает, что его нет. Остается в силе чувство благоговейного страха, чувство беспомощности человека и его стремления достичь гармонии между собой и Вселенной. А именно эти чувства, скорее чем поклонение силам природы или культ предков, магия или этика, лежат в основе религии. Нет оснований полагать, что все желаемое существует, но жестоко было бы отрицать за человеком право верить в то, чего он не может доказать. Пусть человек верит сколько угодно, лишь бы он знал, что вера его бездоказательна. Тот, кто по природе своей ищет утешения и любви, которая поддерживала бы его и подбодряла, тот, думается мне, не требует доказательств и не нуждается в них. Ему достаточно интуиции. Мистика вне доказуемого. Да и не требует ничего, кроме глубокой убежденности. Она не зависит от религии, потому что находит себе пищу во всех религиях, и она дело настолько личное, что может удовлетворить любого. Она дает нам ощущение, что мир, в котором мы живем, лишь часть вселенной духа, и только поэтому что-то значит. Ощущение живого Бога, который утешает нас и поддерживает. Мистики рассказывали о своих переживаниях так часто и в таких сходных выражениях, что не верить им трудно. Мне и самому довелось однажды пережить минуты, которые можно описать лишь теми словами, какими мистики описывают свои прозрения. Я сидел в одной из заброшенных мечетей близ Каира и вдруг впал в экстаз, как Игнатий Лайола, когда он сидел на берегу реки в Манресе. Меня всего поглотило ощущение огромности и величия вселенной и пронизывающее чувство полной растворенности в ней. Я почти могу сказать, что ощутил присутствие Бога. Такое ощущение, разумеется, не редкость, и мистики подчеркивают, что оно имеет значение, только если действие его ясно видно по результатам. Мне кажется, что оно вызывается причинами не только религиозного порядка. Даже святые допускали, что оно может возникнуть у художников. И любовь, как мы знаем, может вызвать состояние до того с ним сходное, что мистики, чтобы описать свои блаженные видения, порою выражаются языком влюбленных. Мне оно представляется не более загадочным, чем то состояние, еще не объясненное психологами, когда мы явственно чувствуем, что все в данную минуту нами переживаемое уже когда-то было. Экстаз мистика реален, но только для него самого. Мистик и скептик согласны в том, что все усилия нашего интеллекта упираются в великую тайну. Чувствуя эту тайну, подавленной огромностью Вселенной и не удовлетворенной тем, что говорят мне философы, я иногда возвращался назад. Дальше Магомета, Иисуса и Будды, дальше Эллинских богов, Иегова и Ваала, к брахме древних Упанишат. Этот дух, если можно его назвать духом, саморожденный и независимый от всякого иного существования, хотя все сущее существует в нем, единственный источник жизни во всем живущем, по крайности наделен величием, которое импонирует воображению. Однако я слишком давно имею дело со словами, чтобы не относиться к ним с недоверием, и приглядываясь к тем словам, которые я только что написал, не могу не видеть, что значение их зыбко. В религии как нигде полезна только объективная истина. Единственным полезным богом было бы существо личное, высшее и доброе, чье существование так же бесспорно, как то, что дважды два четыре. Я не могу проникнуть в тайну. Я остаюсь агностиком. А практически агностицизм выражается в том, что человек живет так, словно бога нет. Вера в бога не обязательно для веры в бессмертие, но разъединить их трудно. Даже если принять туманную теорию, что сознание человека, расставшись с телом, растворяется в некоем общем сознании, этому общему сознанию можно отказать в имени бога лишь в том случае, если считать, что оно не имеет ни реальности, ни ценности. Практически же, как мы знаем, оба эти понятия связаны так неразрывно, что загробная жизнь всегда рассматривалась как самый крупный козырь бога в его отношениях с человечеством. Милосердный бог может с радостью наградить ею праведника, бог мести злорадно покарать ею нечестивца. Доказательства бессмертия просты, но если не принять за предпосылку существование бога, они не то чтобы бессмысленны, а малоубедительны. Все же я их перечислю. Одно из этих доказательств строится на идее незавершенности жизни. Человек стремится к полному самовыражению, но в силу обстоятельств и собственных его недостатков у него всегда остается чувство неудовлетворенности, и будущая жизнь должна избавить его от этого ощущения. Так Гёте, столько успевший сделать, до конца чувствовал, что многое осталось недоделанным. Сходно с этим и доказательства от желаемого. Если мы можем представить себе бессмертие и желаем его, разве это не значит, что оно существует? Нашу жажду бессмертия можно понять, только если допустить возможность ее утоления. Еще одно доказательство исходит из того негодования, смятения и боли, какое вызывают в человеке несправедливость и неравенство, царящие в мире. Злодеи живут припеваючи, и справедливость требует, чтобы была другая жизнь, в которой виноватые будут наказаны, а невинные награждены. Зло можно принять только при условии, что за могилой оно будет уравновешено добром, и самому Богу бессмертие необходимо, чтобы оправдать свое поведение в глазах человека. Затем имеется доказательство идеалистов. Сознание не может быть погашено смертью, ибо уничтожение сознания непостижимо, поскольку лишь сознание может постичь уничтожение сознания. Далее говорится, что ценности существуют только в сознании, и есть высшее сознание, в котором все они полностью осуществляются. Если Бог есть любовь, люди для Него ценность, и невозможно поверить, чтобы то, что ценно для Бога, могло погибнуть. Но с этого пункта рассуждения ведется менее уверенно. Опыт, в особенности же опыт философов, учит, что очень многие люди не бог весть какое сокровище. Бессмертие – слишком грандиозное понятие, чтобы связывать с ним судьбу простых смертных. Они так ничтожны, что не заслуживают ни вечных мук, ни вечного блаженства. И вот некоторые философы высказывают предположение, что те, кому доступно духовное совершенствование, будут жить после смерти до тех пор, пока не достигнут той степени совершенства, на какую они способны, а затем со вздохом облегчения канут в небытие. Те же, кому это недоступно, будут милостиво уничтожены, как только испустят последний вздох. Но когда задумываешься о том, за какие же качества избранные будут удостоены такой отсрочки, приходишь к неутешительному выводу, что этими качествами мало кто обладает, кроме философов. Интересно, однако, как же будут философы проводить время после того, как их добродетель получит достойную награду? Ведь надо полагать, что все вопросы, которыми они занимались во время своего пребывания на Земле, уже будут вполне удовлетворительно разрешены. Остается лишь предположить, что они будут брать уроки фортепианной игры у Бетховена или учиться писать акварелью под руководством Микеланджело. Они скоро убедятся, что сии великие мужи – изрядно гневливые педагоги, разве что они сильно изменились после смерти. Чтобы проверить силу доказательства, на основании которого вы принимаете ту или иную теорию, полезно спросить себя, удовольствовались бы вы одинаково вескими доводами, решаясь на сколько-нибудь серьезный практический шаг. Например, купили бы вы дом вслепую, не поручив юристу выяснить право на владение, а слесарю проверить канализацию. Доказательства бессмертия, достаточно слабый порзень, не выигрывают и в своей совокупности. Они заманчивы, как газетное объявление о продаже дома, но, на мой взгляд, не более убедительны. Я отказываюсь понять, как сознание может жить, когда его физическая основа уничтожена. Я слишком уверен во взаимосвязи между моим телом и моим сознанием, чтобы поверить, что даже если бы мое сознание продолжало жить отдельно от тела, это в каком-либо смысле означало бы бессмертие всего меня. Даже если бы можно было убедить себя, что сознание человека продолжает жить в каком-то общем сознании, это было бы слабым утешением. Успокоиться на мысли, что ты продолжаешь жить в той духовной силе, которую сам произвел, значит обманывать себя пустыми словами. Единственное бессмертие, которое чего-нибудь стоило бы, это бессмертие всего индивидуума в целом. Отвергнув таким образом существование Бога и возможность жизни после смерти, как гипотезы слишком сомнительные, чтобы ими руководствоваться, нужно решать, в чем же смысл и назначение жизни. Если со смертью все кончается, если нечего надеяться на загробные блага и бояться загробного зла, я должен спросить себя, зачем я здесь и как мне в таком случае себя вести? На один из этих вопросов ответить легко, но ответ так неприятен, что большинство людей предпочитает от него уклоняться. Ни цели, ни смысла в жизни нет. На короткое время мы становимся обитателями крошечной планеты, вращающейся вокруг небольшой звезды, которая, в свою очередь, входит в одну из несчетных галактик. Может быть, только на одной этой планете есть жизнь. А может быть, и другие планеты в других точках Вселенной имели возможность создать среду, благоприятную для той субстанции, из которой, как предполагается, постепенно, с течением долгого-долгого времени создавались мы, люди. И если астрономы говорят правду, всякая жизнь на Земле когда-нибудь прекратится, и, в конце концов, Вселенная придет в состояние последнего равновесия, когда уже ничто больше не будет случаться. За много ионов до этого исчезнет человек. Так не все ли равно тогда будет, что когда-то он существовал? Он останется главой в истории Вселенной, такой же неинтересной, как та глава, где рассказано о жизни диковинных чудовищ, населявших первобытную Землю. Вот я и должен спросить себя, как все это касается меня лично, и как мне ко всему этому относиться, если я хочу наилучшим образом использовать свою жизнь и извлечь из нее, возможно, больше. И тут говорю не я, тут говорит глубоко заложенное во мне, как и во всяком человеке, упрямое стремление существовать. Говорит, эгоизм, унаследованный всеми нами от той изначальной энергии, которая в незапамятном прошлом дала первый толчок и пустила машину в ход. Говорит, потребность самоутверждения, которое есть во всем живом и благодаря которой оно остается живым. Это самая сущность человека. Удовлетворение ее и есть то самоудовлетворение, о котором Спиноза сказал, что это высшее, на что мы можем надеяться, ибо никто не стремится сохранять свое существование ради какой-то посторонней цели. Мы можем предположить, что сознание, когда оно впервые затеплилось в человеке, было орудием, позволяющим ему установить отношения со своей средой, и что на протяжении долгих веков оно не развивалось больше, чем это было необходимо человеку для решения насущных практических задач. Но с течением времени сознание, видимо, переросло эти непосредственные его нужды, и когда возникло воображение, человек раздвинул рамки своей среды, так что она уже стала включать невидимое глазу. Нам известно, какие ответы он в то время давал на волновавшие его вопросы. Энергия, бушевавшая в нем, была так велика, что он не мог даже допустить сомнения в собственной значительности. Его эгоизм был до того всеобъемлющ, что он не мог представить себе возможность полного своего исчезновения. Многих эти ответы удовлетворяют и по сей день. Они придают жизни какой-то смысл и успокаивают человеческое тщеславие. Люди в большинстве своем мало думают. Они, не рассуждая, принимают свое присутствие в мире. Слепые рабы той силы, которая ими движет, они мечутся во все стороны, стремясь удовлетворить свои естественные побуждения, а когда сила иссякает, гаснут, как пламя свечи. Они живут чисто инстинктивно. Возможно, в этом проявляется высшая мудрость. Но как быть, если ваше сознание развилось настолько, что некоторые вопросы не дают вам покоя, а старым ответом на них вы не верите? Как вы сами ответите на них? На один из этих вопросов двое из умнейших людей, когда-либо живших на Земле, дали свои собственные ответы. Вдумавшись в них, понимаешь, что значит, они примерно одно и то же и значит, не так уж много. Аристотель сказал, что цель человеческой деятельности поступать правильно, а Гёте, что секрет жизни в том, чтобы жить. Гёте, как я понимаю, имел в виду, что наилучшим образом использовать свою жизнь значит добиваться самовыражения. Он не очень-то почтительно относился к тем, чьей жизнью управляют мимолетные прихоти и несдерживаемые инстинкты. Но трудность самовыражения, то есть доведения до высшей степени совершенства всех заложенных в тебе способностей, с тем, чтобы получить от жизни всё удовольствие, всю красоту, интерес и эмоции, какие она может дать, эта трудность заключается в том, что твою деятельность всё время ограничивают претензии других людей. И моралисты, заинтригованные этой теорией, не страшащиеся её последствий, пролили немало чернил, пытаясь доказать, что наиболее полный человек выражает себя в самопожертвовании и отказе от своих интересов. Этого Гёте во всяком случае не имел в виду, и это представляется мне неверным. Мало кто станет отрицать, что самопожертвование доставляет большую радость. И поскольку оно открывает новое поле деятельности и даёт человеку возможность развить ещё одну сторону своего «я», постольку оно ценно для самовыражения. Но если стремиться к самовыражению только в той мере, в какой оно не мешает попыткам других людей достичь той же цели, далеко не уйдёшь. Цель эта требует некоторой жестокости и поглощённости собой, которая оскорбительна для других, и потому часто сама себя сводит на нет. Хорошо известно, что многих людей, сталкивавшихся с Гёте, возмущало его холодное себялюбие. В том, что я не пожелал слепо идти по стопам людей, которые много меня умнее, можно усмотреть само мнение. Но как мы не походим друг на друга, всё же двух совершенно одинаковых людей не существует. Свидетельство тому отпечатки пальцев. И я не вижу причин, почему бы мне было по мере сил не постараться выбрать собственный путь. Я пытался составить себе программу жизни. Это, вероятно, можно расценить как самовыражение, сдобренное изрядной долей иронии, всё, на что я был в то время способен. Но тут есть один вопрос, который я обошёл, когда касался этого предмета в начале книги. Да и теперь, когда избежать его уже нельзя, я невольно перед ним рабею. Я сознаю, что в некоторых своих рассуждениях принимал свободу воли как данность. Я говорил так, будто в моей власти осуществлять мои замыслы и направлять мои поступки, как мне вздумается. А в других случаях я говорил так, словно принимаю детерминизм. Такие шатания были бы недопустимы, если бы я писал философский труд. Я на это не претендую. И можно ли ожидать, чтобы я, дилетант, разрешил вопрос, о котором до сих пор спорят философы? Казалось бы, разумнее всего не ломать себе голову над этим предметом. Но беда в том, что писателя он касается особенно близко. Читатель требует от автора строжайшего детерминизма. Выше я уже указывал, как неохотно публика принимает импульсивные поступки в пьесе. Но что такое импульс? Это просто побуждение к действию, причины которого действующий не знает. Он аналогичен интуиции, суждению, которое мы выносим, не зная его причины. Но хотя всякий импульс имеет причину, публика его не приемлет, потому что причина неочевидна. Те, кто смотрит пьесу или читает книгу, непременно желают знать причину всякого поступка и не поверят в нее, если она недостаточно убедительна. Каждый персонаж должен действовать сообразно своему характеру. Другими словами, он должен делать то, чего на основании своих знаний о нем ждет от него публика. Писатель должен всякий раз идти на уловки, чтобы убедить публику принять совпадения и случайности, какие в жизни она глотает ничтоже сумняшися. Читатели и зрители все до единого детерминисты, и плохо придется писателю, который вздумает шутить этим их предрассудкам. С другой стороны, оглядываясь на собственную жизнь, я не могу не заметить, как много важного для меня было в ней вызвано обстоятельствами, в которых трудно усмотреть что-либо, кроме чистой случайности. Детерминизм утверждает, что выбор следует линии наименьшего сопротивления или наиболее сильного побуждения. Мне кажется, что я не всегда следовал линии наименьшего сопротивления, а если я следовал наиболее сильному побуждению, то побуждением этим было представление о самом себе, которое я сам постепенно выработал. Как ни избита метафора с шахматами, здесь она как нельзя более уместна. Фигуры были даны, и я должен был считаться с тем, как ходит каждый из них. Я должен был также считаться с ходами своих противников. Но при этом, мне кажется, что со своей стороны я мог очевидно в согласии со своими симпатиями и антипатиями и с идеалом, который я перед собой видел, делать тот или иной ход по своей воле. Мне кажется, что время от времени мне удавалось сделать усилия не вполне предопределенная. Если это иллюзия, то иллюзия не бесполезная. Теперь я знаю, что часто делал неправильные ходы, но так или иначе все они вели к цели. Лучше было бы, если бы я не совершил так много ошибок, но я о них не жалею и не хотел бы сейчас их исправить. Мне представляется вполне разумная мысль, что все на свете, вместе взятое, определяет каждый наш поступок, мнение или желание. Но был ли тот или иной поступок неизбежен с начала времен, это можно сказать, только если решить сперва возможно ли событие, то, что доктор Броуд называет каузальными предпосылками, не целиком предопределенные. Юм еще давно доказал, что между причиной и следствием нет внутренней связи, которую можно было бы воспринять сознанием. А в последнее время индотерминисты, указав на ряд явлений, для которых нельзя найти причины, взяли под сомнение универсальность законов, на которых до сих пор основывалась наука. Похоже, что опять нужно принимать в расчет случайность. Но если не бесспорно, что мы связаны с законом причинности, тогда, возможно, свобода воли не иллюзия? Епископы и настоятели ухватились за эту новую теорию, точно это был хвост дьявола, за который они надеялись снова вытащить самого дьявола на свет Божий. И было великое ликование, если не в небесных чертогах, то хотя бы в епископских дворцах. Пожалуй, «Тедеум» — «Тебя, Бога, хвалим» — латынь, благодарственная молитва — запели слишком рано. Не мешает помнить, что два виднейших ученых нашего времени относятся к принципу Гейзенберга скептически. Планк высказал мнение, что дальнейшие исследования устранят кажущуюся аномалию, а Эйнштейн назвал философские идеи, основанные на этом принципе, литературой. Боюсь, что это лишь вежливый вариант слова «чушь». Сами физики говорят нам, что при тех темпах, какими их наука шагает вперед, за достижениями ее можно уследить только если внимательно читать всю периодику. Конечно же, опрометчиво строить теорию на принципах, подсказанных столь быстро развивающейся наукой. Сам Шредингер сказал, что никакое окончательное и исчерпывающее суждение по этому вопросу сейчас невозможно. Обыкновенному человеку позволительно оставаться в роли буриданного осла, но, пожалуй, ему все же стоит чаще поворачивать голову в сторону детерминизма. Сила жизни – великая сила. Радость, которую она дает, искупает все страдания и невзгоды, выпадающие на долю человека. Только благодаря ей и стоит жить, потому что она действует изнутри и ярким своим пламенем освещает каждую минуту нашего существования, так что даже невыносимое кажется нам выносимым. Пессимизм в большой мере вызывается тем, что мы приписываем другим такие чувства, какие сами испытывали бы на их месте. Этим, наряду со многими другими причинами, объясняется, почему литература так фальшива. Писатель строит мир для всех из своего собственного, личного мира и наделяет своих персонажей впечатлительностью, способностью размышлять и богатством эмоций, присущим ему самому. У большинства людей почти нет воображения, и они не страдают от того, что для человека с воображением было бы нестерпимо. Так, например, скучность, в какой живут бедняки, ужасает нас, ценящих свою обособленность, но самих бедняков она не ужасает. Они не любят оставаться одни. Жить с другими кажется им безопаснее и спокойнее. Общаясь с ними, нельзя не заметить, как мало они завидуют богатым. Дело в том, что им просто не нужно многое из того, что другим кажется необходимым. Для богатых это большая удача, ибо только слепой может не увидеть, что жизнь пролетариата в больших городах сплошная нужда и неурядица. Трудно примириться с тем, что у людей нет работы, что самая работа так уныла, что они, а с ними их жены и дети живут впроголодь, и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. Если помочь этому может только революция, тогда пусть будет революция и поскорее. Зная, как жестоко люди даже сейчас обращаются друг с другом в странах, которые мы привыкли называть цивилизованными, опрометчиво было бы утверждать, что они изменились к лучшему. И однако позволительно думать, что в общем жить на свете стало лучше, чем было в прошлом, известном нам из истории, и что участь значительного большинства людей, как она неплоха, все же не так ужасна, как была тогда. И можно надеяться, что с ростом знаний, с отказом от многих жестоких суеверий и переживших себя условностей, с расцветом милосердия, многие из зол, от которых страдают люди, исчезнут. Но многие останутся. Мы игрушки в руках природы. Землетрясения будут по-прежнему разрушать города, засухи губить урожай и наводнения сметать плотины и дамбы, старательно возведенные человеком. Войны, плод человеческого безрассудства, будут, увы, по-прежнему опустошать землю. По-прежнему будут рождаться люди, не приспособленные к жизни и жизнь будет для них бременем. Пока одни сильны, а другие слабы, слабых будут оттеснять с дороги. Пока на людях проклятием лежит дух стяжательства, то есть, вероятно, пока они существуют, они будут отнимать все, что смогут у тех, кто бессилен этому противиться. Пока жив инстинкт самоутверждения, они будут удовлетворять его за счет счастья других людей. Короче говоря, пока человек остается человеком, он должен быть готов принять все невзгоды, какие он в силах снести. Зло не поддается объяснению. Его нужно принять как неотъемлемую часть существования Вселенной. Закрывать на него глаза было бы ребячеством, сетовать на него бессмысленно. Спиноза назвал сострадание недостойным мужчины. Это звучит резко в устах человека с такой нежной и чистой душой. Вероятно, он имел в виду, что горячо переживать то, чего не можешь изменить, значит, впустую растрачивать чувства. Я не пессимист. Прежде всего, это было бы глупо, ведь я из тех, кому повезло в жизни. Я часто дивлюсь своей удаче. Я отлично сознаю, что у многих, более достойных, жизнь сложилась не так счастливо, как у меня. Двух-трех случайностей было бы достаточно, чтобы все изменить и оставить меня ни с чем, как остались ни с чем многие, у которых были таланты не меньше, а то и больше моих и такие же возможности. Если кому из них попадутся на глаза эти страницы, я очень прошу их верить, что свои успехи приписываю не собственным заслугам, я не настолько самонадеем, а стечению самых неожиданных обстоятельств, которые не берусь объяснить. При всех моих дефектах, физических и духовных, я всегда любил жить. Я не хотел бы повторить свою жизнь сначала, это было бы скучно. И все, что я выстрадал, мне не хотелось бы пережить снова. К числу врожденных своих недостатков я отношу то, что больше страдал от невзгод своей жизни, чем радовался ее удовольствием. Но без своих физических изъянов, с более крепким телом и более острым умом, я бы охотно еще раз пустился в жизненный путь. Судя по всему, ближайшее будущее сулит нам много интересного. Сейчас у молодежи, вступающей в жизнь, больше преимуществ, чем было у моего поколения. Ее не связывает столько условностей, она научилась ценить молодость. В наше время мир, в который мы вступали, был миром пожилых людей, а молодость считалась чем-то, что нужно как можно скорее отбыть, чтобы достичь зрелого возраста. Нынешняя молодежь, по крайней мере, в том кругу общества, к которому я принадлежу, на мой взгляд, лучше подготовлена к жизни. Теперь детям дают много полезных знаний, которые мы, как умели, приобретали своими силами. Отношения между полами стали более нормальными. Девушки научились быть товарищами для молодых людей. Одна из трудностей, с которыми столкнулось мое поколение, поколение, подраставшее в пору женской эмансипации, состояло в следующем. Женщина перестала быть хозяйкой и матерью, жившей отдельно от мужчины своими интересами и делами, и пыталась принимать участие в деятельности мужчин, не имея к тому никаких данных. Она требовала той же заботы о себе, какой привыкла пользоваться, пока соглашалась считать себя ниже мужчины, а вместе с тем настаивала на своем праве, своем только что завоеванном праве заниматься мужскими делами, в которых понимала ровно столько, чтобы мешаться всем на дороге. Она уже не была хозяйкой и еще не научилась быть славным малым. А в наши дни ничто так не радует глаз стареющего джентльмена, как дельная и уверенная молодая девушка, которая может управлять конторой и отлично играет в теннис, в меру интересуется общественными делами, умеет ценить искусство и крепко стоя на собственных ногах, смотрит на жизнь спокойно, проницательно и терпимо. Боже, меня упаси рядиться в одежды пророка, но для меня очевидно, что молодежь, выходящая сейчас на сцену, должна быть готова к экономическим сдвигам, которые в корне изменят всю цивилизацию. Она не будет знать той легкой беззаботной жизни, о которой многие, кто был в отсвете лет перед войной, вспоминают так же, как пережившие французскую революцию вспоминали ансьян режим, старый режим. Им будет неведомо ля дуссер до вива, сладость жизни. Мы живем накануне великих революций. Я не сомневаюсь, что пролетариат все яснее осознавая свои права, в конце концов захватит власть в одной стране за другой. И я не перестаю удивиться, почему нынешние правящие классы, чем упорствовать в напрасной борьбе с этой неодолимой силой, не используют всякую возможность подготовить массы к выполнению предстоящих им задач так, чтобы, когда нынешних правителей отстранят отдел, их постигла бы менее жестокая участь, чем в России. Дезраэль еще давным-давно указал им, как нужно поступить. Что касается меня, то скажу откровенно, я надеюсь, что на мой век хватит нынешнего положения вещей. Но мы живем в эпоху быстрых перемен и возможно, что я еще увижу западные страны под властью коммунизма. Один мой знакомый, русский эмигрант, рассказывал мне, что когда он потерял свое поместье и все свое состояние, им овладел отчаянием, но через две недели он снова обрел ясность духа и с тех пор ни разу и не вспоминал о том, чего лишился. Я думаю, что не настолько привязан к своей собственности, чтобы долго грустить о потере ее. Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться, а уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится. Мне непонятно, почему многих людей мысль о самоубийстве приводит в ужас. Говорить, что это трусость, нелепо. Если человек сам уходит из жизни, когда в жизни его не ждет ничего, кроме боли и горя, я могу только одобрить его поступок. Разве не сказал Плиний, что возможность умереть, когда захочешь, лучшее, что Бог дал человеку в его полной страданиями жизни. Оставив в стороне тех, кто считает самоубийство греховным, потому что оно нарушает божеский закон, я думаю, что причину негодования, которую оно так часто вызывает, нужно искать в том, что самоубийца бросает вызов силе жизни и, действуя наперекор самому сильному из человеческих инстинктов, ставит под сомнение способность этого инстинкта оградить человека от смерти. Этой книгой я в общих чертах завершу ту программу, которую себе наметил. Если я буду жив, то буду писать еще книги для своего удовольствия и, надеюсь, для удовольствия моих читателей, но едва ли они прибавят к ней что-нибудь существенное. Дом построен. К нему можно пристроить балкон, с которого откроется красивый вид, или беседку, где хорошо посидеть и подумать в летний зной. Но даже если смерть помешает мне этим заняться, даже если мой дом начнут разбирать на следующий же день после того, как меня похоронят в кратком некрологе, все равно я знаю, дом построен. Старость меня не страшит. Когда Лоренц Аравийский погиб, я прочел в одной статье, написанной человеком близко его знавшим, что он ездил на мотоцикле с отчаянной скоростью в расчете на то, что катастрофа прервет его жизнь, пока он еще в расцвете сил, и избавит его от унижений старости. Если это не выдумка, то говорит о большой слабости этой самобытной и несколько театральной натуры. Здесь есть своего рода недомыслие. Ведь полная жизнь, завершенная программа включает не только молодость и зрелость, но и старость хороша и красота утра и сияние полдня, но лишь очень неумный человек задернет занавески и включит свет, чтобы отгородиться от безмятежного спокойствия вечера. У старости есть свое удовольствие, не меньшее, чем удовольствие молодости, только иные. Философы вечно толкуют нам, что мы рабы своих страстей, так разве не великое дело освободиться от их власти. У дурака будет дурацкая старость, но и молодость его была такая же. Молодой человек в ужасе шарахается от старости, воображая, что когда он ее достигнет, его по-прежнему будет тянуть к тому, в чем он находил вкус и отраду в молодости. Это заблуждение. Правда, старику уже не по силам совершить восхождение на горный пик или повалить на кровать хорошенькую девчонку. Правда и то, что он сам уже не вызывает вожделения. Зато хорошо быть свободным от мук безответной любви и терзаний ревности. Хорошо, что зависть, так часто отравляющая молодые годы, утихает с отмиранием желаний. Но все это негативные преимущества, а у старости есть преимущества и положительные. Как ни парадоксально это звучит, у стариков больше времени. В молодости я поразился, узнав от Плутарха, что Катон начал изучать греческий язык в 80 лет. Сейчас это меня не поражает. Старость берется за дела, от которых молодость уклоняется, потому что они депо требуют слишком много времени. К старости лучше становится вкус, и можно наслаждаться искусством и литературой без той личной предубежденности, которая в молодости окрашивает наше суждение. Старость находит удовлетворение в собственной свершенности. Она сбросила путы эгоизма. Душа, наконец-то ставшая свободной, радуется быстротечному мгновению, но не молит его помедлить. Программа завершена. Гёте хотел жить после смерти, чтобы могли проявиться те стороны его личности, которые он, как ему казалось, не успел развить при жизни. Но не он ли сказал, что всякий, кто хочет чего-нибудь достичь, должен научиться ограничивать себя? Читая его биографию, невольно замечаешь, как много времени он растрачивал по пустякам. Возможно, что если бы он более строго себя ограничивал, он развил бы свою индивидуальность более гармонично и полно, и тогда ему не понадобилась бы жизнь за гробом. Спиноза говорит, что человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. Размышлять о ней с утра до ночи нет нужды, но стараться, как это делают многие вовсе ее игнорировать, тоже неразумно. Надо определить свое отношение к ней. Я часто пробовал представить себе, что бы я почувствовал, если бы врач сказал мне, что я неизлечимо болен, и мне осталось совсем недолго жить. В такую ситуацию я не раз ставил своих героев, но я понимаю, что это уже вымысел, и вовсе не уверен, что они высказывали именно те чувства, которые я испытал бы на самом деле. Не думаю, что инстинкт заставил бы меня особенно крепко цепляться за жизнь. Я перенес немало серьезных болезней, но только раз был действительно на волосок от смерти, а тогда я ощущал такую усталость, что мне было не до страха, и хотелось одного, чтобы пришел конец. Смерть неизбежна, и не так уж важно, как именно человек ее встречает. Мне кажется, нельзя его винить, если он надеется, что не будет знать о ее приближении, и что ему дано будет умереть без страданий. Я всегда так много жил в будущем, что даже теперь, когда будущего осталось совсем мало, не могу отделаться от этой привычки, и уже предвкушаю, как завершится через некое количество лет программа, которую я пытался наметить. Бывают минуты, когда я так жду смерти, что готов спешить ей навстречу, как в объятие возлюбленной. Она наполняет меня таким же радостным трепетом, каким много лет назад наполняла меня жизнь. Мысль о ней опьяняет. В такие минуты мне кажется, что она даст мне окончательную, абсолютную свободу. Однако же я готов пожить и еще, пока врачи берутся сохранять мое здоровье в приличном состоянии. Мне нравится наблюдать, что делается вокруг. Мне интересно, что будет дальше. Одна за другой кончаются жизни, протекавшие параллельно с моей, и это дает мне неиссякаемую пищу для размышлений, а иногда и подтверждает давно сложившиеся у меня теории. Мне жаль будет расстаться с моими друзьями. Я не могу не тревожиться о судьбе тех, кого направлял и поддерживал, но, с другой стороны, они очень давно зависят от меня, и им неплохо будет пожить самостоятельно, что бы из этого не вышло. Я долго занимал в мире какое-то место, и теперь готов уступить его другим. Ведь главное во всякой программе, чтобы она была выполнена. Когда к произведению ничего нельзя прибавить, не испортив его, художник откладывает кисть. Но доведись кому-нибудь спросить меня, в чем же смысл или польза такой программы, я вынужден буду ответить, ни пользы, ни смысла в ней нет. Я просто хотел противопоставить что-то бессмысленности жизни, потому что я писатель. Для собственного удовольствия, для развлечения и чтобы удовлетворить то, что ощущалось как органическая потребность, я строил свою жизнь по какому-то плану, с началом, серединой и концом, так же, как и встреченных там и сям людей, я строил пьесу, роман или рассказ. Каждый из нас порождение своей природы и своей среды. Я составил не ту программу жизни, какую считал наилучшей, и даже не ту, какую хотел бы составить, а просто ту, какая представлялась мне выполнимой. Есть жизни и лучше моей. Нельзя, мне кажется, объяснить только иллюзией, свойственной писателем, что самой замечательной представляется мне жизнь земледельца, который пашет землю и собирает урожай, находит отраду и в труде, и в досуге, любит, женится, растит детей и умирает. Когда я наблюдал крестьян в тех благословенных странах, где земля родит в изобилии, не требуя непосильного труда, где радости и горести человека это радости и горести присущие всему человечеству, мне казалось, что передо мною совершенная жизнь в ее совершенном осуществлении. Там жизнь, как хорошо написанный рассказ идет от начала до конца одной уверенной непрерывной линией. Люди, будучи эгоистами, не могут легко примириться с отсутствием в жизни всякого смысла, и когда они с грустью убедились, что уже не способны верить в высшее существо и льстить себя мыслью, что служит его целям, они попытались осмыслить жизнь, создав известные ценности помимо тех, которые непосредственно содействуют удовлетворению их насущных потребностей. Из этих ценностей мудрость веков выделила три как наиболее достойные. Стремление к ним как к самоцели казалось придавало жизни какой-то смысл, хотя в них по всей вероятности тоже заключена непосредственная польза, но на поверхностный взгляд их отличает отрешенность от всего земного, которая и создает у человека иллюзию, будто с их помощью он избавляется от человеческого рабства. Высокое их благородство укрепляет в нем сознание собственной духовной значимости и стремление к ним, независимо от результатов, как будто бы оправдывает его усилия. Это оазисы в бескрайней пустыне существования, и поскольку людям неизвестен конец их пути, они убеждают себя, что до этих оазисов во всяком случае стоит добраться и что там их ждет отдых и ответы на все вопросы. Эти три ценности истина, красота и добро. Мне представляется, что истина попала в этот список по риторическим причинам. Человек наделяет ее этическими атрибутами, такими, как мужество, честь и независимость духа. И действительно, эти качества часто проявляются в человеке, приверженном к истине, однако на самом деле они не имеют к ней никакого отношения. Человек находит в ней столько возможностей для самоутверждения, что готов ради нее на любые жертвы. Но интересует его в этом случае не истина, а он сам. Если истина ценность, то она является таковой, потому что она истина, а не потому что придерживаться ее похвально. Но истинность один из признаков суждения, и поэтому ценность ее, казалось бы, должна заключаться не в ней самой, а в тех суждениях, признаком которых она служит. Мост, соединяющий два больших города, важнее, чем мост, ведущий от одной пустоши к другой. И если истина одна из высших ценностей, странно, что никто как будто не знает, что это такое. Философы до сих пор об этом спорят, и сторонники противоположных учений злой издеваются друг над другом. При таком положении вещей обыкновенному человеку лучше оставить их в покое и довольствоваться истиной обыкновенных людей. А эта особо скромная и без претензий, она всего-навсего утверждает что-то об отдельных конкретных вещах. Это попросту констатация фактов. Если видеть в ней ценность, то нужно признать, что ни одной ценностью не пренебрегают так, как ею. В трудах поэтики мы находим длинные перечни случаев, когда истину позволительно утаивать. Авторы их могли бы и не утруждать себя. Мудрость веков уже давно решила, что тут верите не сумпа бонадих. Не всякую правду нужно говорить. Человек всегда приносил истину в жертву своему тщеславию, удобству и выгоде. Он живет не истиной, а фикцией. И порой мне кажется, что все его высокие порывы это попросту стремление придать видимость правды тем выдумкам, которыми он льстит своему самомнению. С красотой дело обстоит гораздо лучше. В течение многих лет я считал, что только красота придает жизни смысл, и что единственная цель несчетных поколений, сменяющих друг друга на земле, это время от времени рождать художника. В произведении искусства я видел вершину человеческой деятельности и конечное оправдание всех мук, беспросветного труда и разбитых надежд человечества. Мне казалось, что миллионам людей вполне стоило жить, страдать и умереть ради того, чтобы Микеланджело мог создать некоторые фигуры в плафоне сикстинской капеллы, Шекспир написать некоторые свои монологи, а Китс свои оды. И хотя со временем я несколько изменил эту нелепую формулу, включив в число произведений искусства, которые придают жизни смысл, также и прекрасную человеческую жизнь, но ценил я в ней опять-таки красоту, от всех этих фантазий я давно отказался. Прежде всего я обнаружил, что красота тупик. Думая о прекрасных вещах, я понял, что мне нечего делать, как только смотреть и восхищаться. Эмоция, которую они во мне вызывали, была восхитительна, но я не мог ее сберечь и не мог всякий раз испытывать ее снова. Самые прекрасные вещи, в конце концов, мне надоедали. Я заметил, что более прочные удовольствия, получая от вещей менее совершенных, от того, что они были не во всем удачны, они заставляли живее работать мое воображение. В величайших произведениях искусства все было достигнуто, мне ничего не оставалось добавить, а от пассивного созерцания мой беспокойный ум утомлялся. Мне казалось, что красота подобна горной вершине, когда достигнешь ее, больше нечего делать, кроме как спускаться обратно. Совершенство самую малость скучно. Вот поистине ирония жизни. То, к чему мы все стремимся, оказывается лучше, когда оно достигнуто не полностью. Под красотой мы, очевидно, понимаем вещь, материальную или духовную, чаще материальную, которая удовлетворяет наше эстетическое чувство. Но из этого определения вы узнаете примерно столько же, сколько узнали бы о воде, если бы вам сообщили, что она мокрая. Я перечитал немало книг в надежде найти у высоких авторитетов что-нибудь более вразумительное по этому поводу. Я близко знал многих людей, увлеченных искусством. Боюсь, что ни от них, ни из ученых трудов, я не узнал почти ничего для себя полезного. Одно из самых любопытных явлений, которые я подметил, состоит в том, что постоянной оценки красоты не существует. Музеи полным-полны предметов, которые самый взыскательный вкус той или иной эпохи почитал прекрасными. А на наш взгляд они ничего не стоят. Да и за свою жизнь я видел, как красота словно иней под лучами утреннего солнца испарялась из картин и стихов еще недавно безупречных. При всем своем тщеславии мы не можем считать свое суждение навеки непогрешимым. То, что нам кажется прекрасным, через 30 лет наверняка будет вызывать насмешку, а то, что мы презирали, будут, возможно, превозносить до небес. Вывод отсюда один – красота относительно. Она зависит от потребностей разных поколений, а искать в том, что нам кажется прекрасным признаков абсолютной красоты, бесполезное дело. Пусть красота одна из тех ценностей, которые придают жизни смысл, но это нечто непрерывно меняющееся, а значит не подающееся анализу, потому что мы не можем воспринять ту красоту, которую воспринимали наши предки, как не можем понюхать те розы, которые они нюхали. Из книг по эстетике я пытался узнать, благодаря какому свойству человеческой природы в нас рождается эмоция красоты, и что в сущности представляет собой эта эмоция. Мне говорят об эстетическом инстинкте. Само это слово как бы отводит ему место в ряду основных сил, движущих человеком, таких как голод и половой инстинкт, а в то же время наделяет его особым качеством, которое отвечает философскому стремлению к единству. Эстетику пытались выводить из инстинкта самовыражения, из переизбытка жизненных сил, из мистического чувства абсолюта, и Бог его знает из чего еще. А я бы сказал, что это вообще не инстинкт, а психофизическое состояние, основанное частью на некоторых сильных инстинктах, частью на особенностях человеческой природы, обусловленных процессом эволюции и на конкретных обстоятельствах жизни. Связь его с половым инстинктом, видимо, подтверждается тем общепризнанным фактом, что люди, наделенные особенно тонким эстетическим чувством, в сексуальном отношении являют собой отклонение от нормы, часто патологическое. Может быть, определенные тона, ритмы и краски, особенно привлекательны для человека в силу какого-то свойства его психофизической конституции, так что наши предпочтения в области прекрасного объясняются физиологическими причинами. Но мы находим вещи прекрасными и потому, что они напоминают нам о предметах, людях и местах, которые мы любили или которые за давностью лет стали нам милы. Мы находим вещи прекрасными потому, что узнаем их, и наоборот, мы находим их прекрасными, потому, что они нас поражают своей новизной. Все это значит, что эстетическая эмоция в большой мере включает в себя ассоциации как по сходству, так и по контрасту. Только ассоциациями можно объяснить эстетическую ценность безобразного. Я не знаю, изучал ли кто-нибудь влияние времени на красоту. Тут дело не только в том, что мы начинаем видеть в вещах красоту, когда лучше узнаем их. Скорее, можно сказать, что к их красоте прибавляется то наслаждение, которое они давали людям из века в век. Я думаю, что именно поэтому некоторые произведения искусства, красота которых сейчас так очевидна, при своем появлении на свет не привлекли особенного внимания. Так, мне кажется, что оды Китса сейчас прекраснее, чем когда он только что их написал. Они обогатились эмоциями всех, кто черпал в их прелести отраду и силы. Таким образом, эстетическая эмоция это нечто отнюдь непростое, а напротив очень сложное, состоящее из разнообразных подчас противоречивых элементов. Специалисты по эстетике могут сколько угодно говорить, что картина или симфония не должна нас волновать тем, что вызовет у вас эротический трепет или растрогает вас до слез, напомнив что-то давно забытое, или своими ассоциациями поднимет вас до мистического восторга. Именно так оно и бывает. Это столь же неотъемлемая часть эстетической эмоции, как чистое любование композиции и красками. Какова же реакция человека на произведение искусства? Что, к примеру, он ощущает, глядя в лувре на положение во гроб Тициана или слушая квинтет из мистер Зингеров? За себя я могу ответить. Моя реакция это волнение, интеллектуальное, но с налетом чувственного, оно веселит душу, рождает довольство, в котором я могу уловить ощущение силы и освобождение от земных уз. В то же время я ощущаю в себе нежность, насыщенную сочувствием к людям. Я ощущаю покой, отдых, но и духовную отрешенность. Более того, когда я смотрел на некоторые картины и статуи и слушал некоторые музыкальные произведения, мною порой овладевало чувство столь сильное, что описать его я мог бы только словами, какими мистики описывают свое общение с Богом. Поэтому я и думаю, что это чувство слияния с какой-то высшей сущностью не является привилегией верующих и может быть достигнуто другими путями, кроме поста и молитвы. Но я спрашивал себя, какая польза в этой эмоции? Она, разумеется, чрезвычайно приятна, а удовольствие хорошо само по себе, но чем она превосходит все другие удовольствия? Превосходит настолько, что, называя ее удовольствием, мы тем самым как будто ее принижаем. Может быть, не такую уж глупость проявил Джереми Бентом, когда сказал, что всякое счастье хорошо, и что игра в бложки ничуть не хуже поэзии, если способна доставить такое же удовольствие. Мистики ответили на этот вопрос совершенно четко. Они утверждают, что экстаз не имеет цены, если он не укрепляет характера и не увеличивает способность человека поступать правильно. А ценности его нужно судить по результатам. Мне довелось много общаться с тонкими ценителями красоты. Я сейчас говорю не о художниках. Есть большая разница между теми, кто создает искусство, и теми, кто им наслаждается. Первые творят, потому что их понуждает к тому потребность воплотить в произведение искусства свою личность. Если оно оказывается прекрасным, это случайность. Они редко ставят себе такую цель. Их цель освободить свою душу от давящего на нее груза, а средства, перо, краски или глину они выбирают смотря по своим природным склонностям. Сейчас я говорю о тех, кто считает главным делом своей жизни восприятие и оценку искусства. Эти люди не вызывают во мне восхищения. Они тщеславны и самодовольны. Не приспособленные к практической жизни, они свысока взирают на того, кто скромно выполняет незаметную работу, выпавшую ему на долю. От того, что они прочли много книг или пересмотрели много картин, им кажется, что они выше других людей. Они пользуются искусством, чтобы уйти от действительности и в идиотском своем пренебрежении всем обыкновенным отрицают ценность самых необходимых видов человеческой деятельности. В сущности, они ничем не лучше наркоманов, даже хуже, потому что наркоман хотя бы не залезает на пьедестал, чтобы с высоты его поглядывать на своих ближних. Ценность искусства, как и ценность мистических восторгов, познается по результатам. Если оно может доставить только удовольствие, пусть даже духовного порядка, значение его невелико, вернее, не больше, чем значение дюжины устриц и бутылки бургундского. Если оно утешает, это другое дело. Мир полон неизбежного зла, и хорошо, если у человека есть убежище, куда он время от времени может скрываться, но не за тем, чтобы уйти от зла, а скорее за тем, чтобы набраться новых сил и сносить зло более стойко. Ибо искусство, если мы хотим его числить среди великих ценностей жизни, должно учить смирению, терпимости, мудрости и великодушию. Ценность искусства не красота, а правильные поступки. Если красота одна из величайших ценностей жизни, не верится, чтобы эстетическое чувство, с помощью которого человек ее воспринимает, было привилегией какой-то ограниченной группы. Невозможно утверждать, что форма восприятия, доступная только избранным, необходимый элемент человеческой жизни. А между тем, именно таково утверждение эстетов. Должен сознаться, что в дни моей безрассудной молодости, когда в искусстве, а я включал в него и красоту природы, поскольку думал, да и теперь думаю, что красоту эту создают люди, так же, как они создают картины или симфонии, я видел венец человеческих усилий и оправдания всего существования человека. Мне особенно льстила мысль, что лишь немногие, особо отмеченные, способны его ценить. Но эта мысль давно и решительно мною отброшена. Я отказываюсь верить, что красота достояние единиц, и склонен думать, что искусство, имеющее смысл только для людей, прошедших специальную подготовку, столь же незначительно, как те единицы, которым оно что-то говорит. Подлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты – это просто игрушка. Я не знаю, зачем проводится различие между древним и современным искусством. Искусство едино, оно живое. Пытаться вдохнуть жизнь в произведение искусства, окружая его историческими, культурными или археологическими ассоциациями бессмысленно. Совершенно все равно, кто высек статую – древний грек или современный француз. Важно лишь, чтобы она сейчас вызывала в нас эстетическое волнение, и чтобы это эстетическое волнение толкало нас к действию. Оно должно укреплять характер, повышать способность к правильным поступкам. Если этого нет, значит, вся наша эстетическая эмоция не более, как баловство и пища для самомнения. И как немало мне нравится такой вывод, от него никуда не уйдешь. А произведение искусства нужно судить по его плодам, и если они не хороши, значит, оно лишено всякой ценности. Как ни странно, я не могу объяснить это явление, но, видимо, оно в природе вещей. Художник достигает нужного результата лишь тогда, когда не добивается этого. Его проповедь всегда действенней, если он и не подозревает, что проповедует. Пчела делает воск для собственных нужд, и понятия не имеет, что человек найдет для него много различных применений. И так выходит, что ни истина, ни красота не имеют постоянной внутренней ценности. Ну, а доброта? Но прежде чем говорить о доброте, я хочу поговорить о любви, потому что некоторые философы считают ее высшей из человеческих ценностей, полагая, что она включает все остальные. Платонизм и христианство общими силами наделили ее мистическим смыслом. Ассоциации, вызываемые самым ее названием, придают ей эмоциональность, благодаря которой она становится интереснее, чем обыкновенная доброта. По сравнению с ней доброта скучновата. Но слово любовь означает две разные вещи. Просто любовь, то есть страсть и милосердие. Мне кажется, что даже Платон не умел четко их разграничить. Чувство ликования, ощущение силы и возросшие жизнеспособности, сопутствующие любви страсти, все это он связывает с другой любовью, которую называет небесной, а я предпочитаю называть милосердием, и тем самым приписывает ей неустранимый порог любви земной. Ибо любовь проходит, любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. Тот, кого вы любите, больше вас не любит. Это очень большая беда, и помочь ей трудно. Когда Ларош Фуко обнаружил, что из двух влюбленных один любит, а другой разрешает себя любить, он в афористической форме описал разлад, который всегда будет мешать людям достичь в любви совершенного счастья. Как бы это не огорчало людей, и как бы гневно они это не отрицали, нет сомнения, что любовь зависит от определенной секреции половых желез. В огромном большинстве случаев последние не реагируют без конца на один и тот же объект, а с течением лет они атрофируются. Люди в этом вопросе проявляют большое лицемерие и не желают видеть правду. Они так усердно обманывают себя, что даже не горюют, когда их любовь вырождается в то, что они называют прочной, спокойной привязанностью. Как будто привязанность имеет что-то общее с любовью. Привязанность создается привычкой, общностью интересов, условиями быта и страхом одиночества. Это скорее утешение, чем радость. Мы изменчивые создания, перемена это воздух, которым мы дышим. Так неужели уже второй по силе из наших инстинктов не подвластен общему закону? Сейчас мы не такие, какими были год назад, и те, кого мы любим, тоже. Если мы, меняясь, продолжаем любить человека, который тоже меняется, это счастливая случайность. Чаще мы, уже новые люди, делаем отчаянные, жалкие попытки любить в новом человеке того, кого любили прежде. Только потому, что любовь, когда она овладевает нами, кажется такой неодолимой силой, мы убеждаем себя, что она будет длиться вечно. Когда она угасает, нам стыдно, и мы, обманутые, виним себя в слабости, тогда как должны бы принимать эту перемену в себе как нечто естественное. Опыт веков выработал в людях двойственное отношение к любви. Они не доверяют ей. Они так же часто клянут ее, как и восхваляют. Стремясь к свободе, человек, если не считать коротких мгновений, видит в отказе от себя, какого требует любовь, падение и позор. Счастье, которое она дает, это, вероятно, величайшее счастье, доступное человеку, но редко, очень редко, ничто его не омрачает. Рассказ о любви это обычно рассказ с печальным концом. Сколько раз люди роптали на ее власть и, негодуя, молили небо избавить их от ее бремени. Они лелеют свои цепи, но и ненавидят их, зная, что это цепи. Любовь не всегда слепа, и, может быть, нет ничего мучительнее, как всем сердцем любить человека, сознавая, что он недостоин любви. Милосердию чужда приходячность, этот неизлечимый изъян любви. Правда, оно не совсем лишено сексуального элемента. Это как в танцах. Танцуешь ради удовольствия, которое доставляет движение в определенном ритме, и не обязательно мечтаешь оказаться в постели со своим партнером, но приятно танцевать лишь в том случае, если это не было бы тебе противно. В милосердии половой инстинкт сублимирован, но он сообщает этому чувству частичку своей теплой и живительной силы. Милосердие лучшее, что есть в доброте. Оно смягчает более суровые качества, из которых она состоит, и, благодаря ему, не так трудно добродетели, сдержанность, терпение, самообуздание, терпимость, эти пассивные и не слишком вдохновляющие элементы доброты. Доброта единственная ценность, которая в нашем мире видимостей как будто имеет основание быть самоцелью. Добродетель сама себе награда. Мне стыдно, что я пришел к столь банальному выводу. При моей врожденной любви к эффектам я хотел бы закончить эту книгу каким-нибудь неожиданным парадоксом или циничной эпиграммой, которая дала бы читателю повод с усмешкой заметить, что он узнает мою манеру. А выходит, что мне почти нечего сказать сверх того, что можно прочесть в любых прописях или услышать с любой церковной кафедры. Я проделал долгий кружной путь, чтобы прийти к тому, что всем уже было известно. Почтительность мне несвойственна. Ее и так больше, чем нужно. От нас требует почтительности ко многому такому, что ее не заслуживает. Часто это лишь условная дань, которой мы отделываемся, когда не хотим активно чем-нибудь заинтересоваться. Лучшая дань, какую мы можем отдать великим людям прошлого Данте, Тициану, Шекспиру, Спинозе, это относиться к ним непочтительно, а совсем просто, как если бы они были нашими современниками. Это лучшее, чем мы можем их отблагодарить. Такая простота обращения доказывает, что они для нас живые. Но когда мне время от времени доводилось встречать настоящую доброту, тогда почтительность, даже благоговение волной поднималось у меня в сердце. И совсем неважным казалось, что редкие люди, ею наделенные, подчас бывали чуть менее умные, чем мне бы хотелось. В детстве, когда я был очень несчастлив, мне каждую ночь снилось, что моя школьная жизнь сон, и что проснувшись я снова окажусь дома с матерью. Ее смерть причинила мне боль, которая и за пятьдесят лет не совсем утихла. Этот сон давно уже мне не снится, но до сих пор ощущение, что моя действительная жизнь – мираж, в котором я делаю то-то и то-то, потому что так пришлось, но на которую я, не переставая играть в ней свою роль, могу смотреть издали и знать, что она – мираж. Когда я оглядываюсь на свою жизнь с ее успехами и срывами, ее бесчисленными ошибками, ее обманами и свершениями, радостями и горестями, она кажется мне до странности нереальной. Она призрачна и невещественна. Может быть, мое сердце, нигде не найдя покоя, глубоко затаило древнюю жажду Бога и бессмертия, с которой мой разум не желал считаться. Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам с собой притворяться, будто доброта, которую я в сущности не так уж редко встречал на своем пути, реальна. в ней мы, пожалуй, вправе видеть, если не смысл жизни и не объяснение ее, то хотя бы частично ее оправдание. В нашем равнодушном мире с его неизбежным злом, которое подстерегает нас от колыбели до могилы, она может служить пусть не вызовом и не ответом, но утверждением нашей независимости. Доброта защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы. В отличие от красоты, она может быть совершенной, не будучи скучной. И она выше любви, потому что прелесть ее не вянет от времени. Но доброта выражается в правильных поступках. А кто в этом путаном мире может сказать, что такое правильный поступок? Во всяком случае, это не тот поступок, который имеет целью счастья. Если он приводит к счастью, то это счастливая случайность. Платон, как известно, призывал своего мудреца отказаться от безмятежной созерцательной жизни ради сутолоки практических дел, тем самым ставя исполнение долга выше, чем желание счастья. И каждый из нас, вероятно, решался иногда на какой-то шаг, потому что считал его правильным, хотя прекрасно знал, что он не принесет ему счастья ни теперь, ни в будущем. Так что же такое правильный поступок? Для себя я не знаю лучшего ответа на этот вопрос, чем тот, который дает брат Луиз Де Леон. Следовать его заповеди не настолько трудно, чтобы это отпугнуло человеческую слабость, как нечто непосильное. Ею я заканчиваю свою книгу. Красота жизни, говорит он, заключается всего-навсего в том, чтобы каждый поступал сообразно со своей природой и со своим делом. КОНЕЦ